Доброе время суток. Пора начинать запись видео второго шоудауна. Сейчас мы будем играть по правилам открытой Таньявы Три Акадора. При выходе в минус игра будет заканчиваться. В качестве противника сегодня я выбрал Филиппа, игрок, который переехал в Японию и давно играет владельцем Штенданом. Ну, как бы, хорошо играет. Ну, один из лучших, конечно, в России, как бы, мне не хотелось бы этого признавать. Порой этот человек менее приятен, но в качестве противника он хороший выбор, поэтому мой выбор остановился на нём. Антон Новиков, игрок из Питера, победитель, по-моему, питерского турнира в прошлом году. Удача, второе место, но у них там, в общем, в Питере хорошо играет, хороший игрок из Питера. Затем легенда. Легенда это... Стоп. Легенда это... Это не то. Так, паузу снял, теперь я Бови, Бовы. Теперь мы можем начать. Так. Все пацаны в разных чатах, приходится каждый писать в личку. Еще раз спрошу у всех, где готовы ли они. Перепроверяю правила, по которым мы играем. Так. Я уже скоро буду начну разбираться в японских эрольфах. Шутка. Никогда не смогу этого сделать. Так. Тоннан Насен. Четыре человека. С Акадорами. Долгие ходы. Выход минуса нет. Ну, стандартные правила. Все. Все. Так. Обновляю стрим Филиппа. Скобочка, хочу посмотреть, сколько там зрителей. Не подумайте плохо. И мы начнем сейчас, буквально через одну минуту. Все. Плюс, да. И это тоже пишет, что да. Ну, пора начинать. Что у нас там по рассадке? Первый ханчан рассадка. Играют сначала Филипп, потом... Ну, очень, короче, это четыре к ней мы скопируем. Вставляем сюда. И нажимаем на старт. Все. Мы начали. Так. Звуку ми нету. Все. Пряносим игры. Все. Со стрима Филиппа я ухожу. Все. Закрыл. Итак. Все. Началось. Ну, как и обычно, по результатам четырех ханчанов, по среднему месту, затем по очкам, будет определен победитель этого мероприятия. Так. Смотрю Telegram, смотрю таблицу, смотрю настройку. Все в порядке. Да. Мне кажется, мы начали более-менее успешно. Правда, сейчас уже 20.08 на этих часах, в которых я сижу. Но ничего страшного. Лучше перепроверить все несколько раз, чем начать играть опять там Пуссен, как в прошлый раз. Либо, чтобы кто-то был не готов. Хорошая рука. Для пятого хода уже нету бесполезных тайлов. Ни одного, по крайней мере. Легко будет развиваться эта рука. Мне нужно что-то получить в пины. Либо вот в таком-нибудь счет. Можно полиэтапучить. Здесь два шантенн. Пласток не нужен. По дискардам, ну, игроков слева все неплохо пока что. Мне кажется, это очевидно. В прошлый раз мы играли 4 часа. Длилось 2 видео. Сейчас такого не будет. Интересный заход. У меня есть шантенн, но... Паукири сброс здесь шестерки пин будет. Но давайте-ка попробуем вначале... Ахачанам найти потенциал на дорогую руку. Я вижу, здесь потенциал на сам шкур. Благодаря шестерке пин. И поэтому... Оставляю ее. Слегка я от речи, слева не дилер. Запад входил 2 раза. Легко его сношу. Два команды не выглядят особо опасно. В отличие от шестерки ман, которые может не пройти. Я думаю, два мана я смогу кинуть в речи налево. Заходят 5 со. Она уже опасна, но я кину двойку здесь. Так. Единица пин, вышел 3 двойки. У меня все еще хорошая рука, я не могу жертвовать этой рукой и фолдить. По крайней мере, я здесь только 3 к со, безопасно. Я не буду уходить отсюда. Пятерка пин проходит. Когда-нибудь это будет моим ожиданием, вероятно. Смогут ли мои противники вовремя скинуть пятерки пин? Они их не скинули. Заходят 6 со. Интересный заход. 6 пин не проходит и в 3-6, и в 6-9. Поэтому я очень сильно не хочу кидать здесь. 6 в минус, 6 пин. Так. А не прошла таки девятка. Ричи пин фу 2 доры. Ура дора. Подвинул я число, вставив шестерку себе в руку. Я был готов кидать более опасные тайлы, чем девятку соу. Поэтому то, что сейчас произошло, я крох справа набросил. Ну, пожалуй, это моя удача. Хотя нет, это скорее его не удача, но я был готов атаковать. Я посчитал, что самые опасные тайлы в этой раздаче немножко другие. Здесь буду атаковать, быстро собирать свою руку, даже из плохих форм. Не хочу давать Филиппу даже маленькое чувство преимущества. Не хочу, чтобы он чувствовал, что может меня обыграть сегодня. В прошлый раз он не совсем приятно обо мне отзывался после моей игры, но так и не смог указать мне ни на одну ошибку. Ну, впрочем, как обычно. Ладно, будет глупо говорить, что я играю идеально. Так. Ну, здесь я смотрю на свою руку и на открытие дискард Филиппа в большинстве случаев, потому что остальные вещи меня мало сейчас волнуют. Я чувствую, что моя единственная угроза сейчас в раздаче – это Тойман. Четыре пин, восток, Тойман, который я готов сносить. Филипп еще быстрее, чем я, открывается, пытаясь меня обогнать. Два свои кидаем. Так. По дискарту ничего не понятно, он может дать там все, что угодно. Ну, огромный спектр ожиданий. Четыре пин в Сумагире, но он насчет возле… Короче, он думал, когда… Не сделать Сумагире, да и у нас щелчками. Он долго думал об этом в сносе. То есть у Филиппа что-то там рядом может быть. Четырка пин. Рич слева, у меня нечем даже крыть его рич, у меня мусорная рука, так сказать. О, но спасает меня игрок справа, собравший 3900 или 4000. Неплохо. Ну, просто с этой рукой я ничего не могу уже изображать дальше. Моя битва с игроком слева закончена и с Тойманом тоже закончена. То есть здесь Риан Шантен на 2000, совершенно мусорная рука. Но я пытался сделать из нее… Ну, сделать, чтобы она выглядела посильнее. Сделать так, чтобы я смог собрать ее более быстрым способом. Но Тайл со стены мне не улыбались особо. Поэтому до такого дошло, что рука стала настолько предельно мусорной. Сперед на то, что я изображал агрессию. Это часть игры. Я должен был так играть, чтобы надавить на других игроков. Так, здесь есть потенциал на Хонницу. И, одновременно, с этим есть потенциал на двойной Восток Хонницу с одной Дорой. Ну, конечно, не хочется сказать здесь Восток, но, я думаю, придется. Все, существует еще три Востока. И шанс того, что я вытащу в ближайшие несколько ходов еще один, довольно-таки мала. Давайте будем исходить из теории вероятности, что нам чаще придет, что не придет. И благодаря этому способу мы сможем дойти до быстрого сбора руки в закрытую. Ну, Хон здесь уже не будет, потому что я не скидывал 4-9 ман. Поэтому я просто сделаю так, что тройки принстали поном, а 1-2 мне уже не нужны. Конечно, у меня остается сянпон на юг и на девятку ман. Но, я думаю, это решаемый вопрос. Если я хочу собрать свою руку по скорости, нужно делать такие небольшие жертвы. Терять в своей руке небольшой потенциал на Хонницу. Ничего страшного в этом нету. Меня спрашивает Андрей. Андрей меня спрашивает, почему... Точнее, он мне говорит, что хотелось, типа, стримить без дилея. Типа, взвать это здесь с респектом. Он уже не согласится, но я уже не могу повлиять на Филиппа. Я попросил его несколько раз. Поймите и вы меня. Рука все еще немножко слабенькая. Игрок слева атакует. А здесь по скорости сбора сброса четверки мана. Я думаю, так и сделаю. У меня есть антенн. Кстати, я нажму кнопочку не предлагать, чтобы не испалить свою пару игов. Если кто-то кинет юг. Сейчас это будет моим ожиданием. Моим ожиданием будет юг. Довольно-таки часто. Хотя, если мы сейчас зайдем какая-нибудь, скажем, шестерка слой, четверка слой, я легко прокинул какой-нибудь диспар. Скорее всего, это будет юга. Игрок слева скинул центральный талон на первой полоске. Возможно, он пытается тоже найти какую-то хуйницу у себя в руке. По крайней мере, пытается. Но это все не очевидно. У нас в игре много дор. Получает эмпай. И здесь, казалось бы, уже нечего ждать. Ричи. Ричи опасным тайлом, но нужно атаковать. Я надеюсь, что перестраиваться может быть довольно-таки долгим занятием. Филипп получает эмпай тоже какая-то Ричи. Ну, я совершенно не знаю, на что он ждет. Может случиться все, что угодно. Я надеюсь, что все получится удачно для нас. Да, само. У нас 40 мини-пойнтов. Ричи само одна дор. Это как минимум 2 600 с каждого, по-моему. Да. И мы выходим на первое место. Конечно, ситуация была, наверное, не в нашу пользу. Хотя в спектре Филиппа большое количество разных решений и с плохими ожиданиями. Бывали-таки часто, к сожалению, я видел, как выигрывают ожидания Филиппа. Над моими ожиданиями более хорошими. Но это часть игры. Я не считаю принятым мною решением плохим. Потому что я, казалось бы, первый получил эмпай. С моей точки зрения. Эмпай мой на дилерстве. Да и, в общем-то, ауты не вышли. То есть, нужно было играть в той же манере, как я и сделал. Ну, это было бы грамотным решением. С другой стороны, люди, которые играют через защиту, они бы постесняли бы какие-нибудь такой ричи. И начали прокидывать бы юга, я считаю. В этой руке я вижу Танила Двидоры. Ну, такой не супер-быстрый потенциал. Хотя вот сейчас уже стал намного лучше. Теперь я должен открываться почти на всех ТЛ-ах. Мне кажется, я не откроюсь на... Вот на пятерке пиль я, наверное, открываться не буду. Это слишком сильно меня загубит. Да, пон на пятерке пин слишком сильно загубит эту руку. И пон не стоит объявлять. Но в всех остальных ТЛ-ах это легкая Чи и перестроение в сторону темпая. Я немножко ошибся у... Кстати, в анонсе сейчас заметил. Так, 7 ман или 7 пин. Я кину 7 ман, мне не нужно много пар в этой игре. В этой руке, точнее. У меня и так есть пара 2 пин, пара 8 рксл. В чем ошибка? Я считаю, что... Я ошибся в том, что игра слева не пятая, да, на четвертой. Я, как говорил, на этом ТАЛе открываться не буду. Теперь интересный вопрос. Здесь появились дополнительные варианты сносов. Я снесу 5 пин. Все-таки иногда я смогу строить четверку пин сюда и скинуть Дору. Это не самый приятный путь, но это путь через скорость. Скорость это, как известно, бог войны. Ну, в общем, я считаю, что это может сыграть на Ракусе. То есть, четверку пина, по сути, я не потерял этим сносом. Но оставив второй куман, я получил четверку ман. Это гибкость, игра по скорости. Так, нужно играть. Судя по дискардам, опять, у рука слева самая развитая рука по... Ну, в среднем, чем у моих остальных противников. И поэтому, если ожидать Ричи в этой раздаче, то наверняка от него... Восьмерка ман у нас не сильно улучшает. Собирать Таньяо с Кадорами и Дорами... Это оптимальный путь для победы. Еще одна пятерка пин, последняя. Ну, это непредсказуемо. Но, в принципе, даже если бы мы знали, что нам зайдет, она... От нее не так много толку, если мы будем сохранить эту Дору. Поэтому, ну, просто... Не особо полезный для нас, Тайл. Второй команд тоже не особо полезный для нас, Тайл. Мы вынуждены его сбрасывать. Семерка пин находится за КБ пятерок пин. И, в принципе, я ожидаю увидеть семерку пин у игрока справа в паре или в пони. Считаю, что Тайл час должен проходить. Игорь слева не дает нам ни на чем открыться. Довольно-таки хитрый жук. Ну, четверку ман мог бы уже кинуть. Кидаю четверку, Чи. Я все еще держу семерку пина для того, чтобы... В случае дохода шестерки пина мог скинуть Дору. Но Дора не является безопасным Тайлом. Семерка пин была задержка, но она прошла. Я все еще на Тен, к сожалению. Хотя уже, казалось бы, какой ход идет. Ну, супер поздний. Осталось два взятия до конца. Два моих взятия, конкретно говоря. Пять ман. Пять ман уже не выглядит супербезопасным. Хотя... Два восемь. Нет, но игрок слева может домотенить на пять восемь ман. Ну, просто может. Я не буду это утверждать, что он и так делает. Просто может. Он был вынужден кинуть четверку ман в поздней стадии раздачи. И я бы не хотел играть просто так этот тайл, но я бы кинул бы, если бы получил темпай. Темпай не получил. Шестерки дал Тойму, но я думаю, я повторю этот снос. Он проходит. Пять восемь ман. Если он сидит и дорога слева, то мне повелось, что я не набросил, получается, если он ждет. Но он не ждет. Тойму темпай на руку без яку. Тойму темпай на руку без яку, а все остальные на тен. Ну, у меня не зашел темпай, я ничего не мог с этим поделать. Три чана первым ходом, но у меня нет четвертого, к сожалению. А то у меня есть теплый чай. Четвертый в авток, и уже прошло 16 минут записи видео. То есть мы рискуем закончить четыре ханчана за часа полтора. За два, наверное. Да, за два очень быстро будет. Пара игов, так называемая, не призовая здесь. Сохраню ее. Точнее, чтобы скинуть ее, нам должно пройти два хода целых скинуть эту пару. А вдруг еще третий зайдет. Пара восьмерок и девяток обрывается. Ну, то есть, когда она изолируется сейчас, нормальные такие. У нее можно зайти, эти тайлы могут зайти в закрытую. То есть логично, если сейчас никто не кидает 8-9 пин, то эти тайлы не будут сходить в закрытую. И так происходит. Так, я не буду обрывать пункт здесь ни на девятки пин, ни на юге. Здесь есть потенциал на что-то очень сильное и непредсказуемое. Боюсь, предбросить шестерки пин, я помогу вверху справа. Я довольно-таки часто понимаю, ну, то есть я понимаю, что бросая шестерку пин после таких сносов, я помогу, как и справа, довольно-таки часто отбрать его руку. Поэтому по возможности лучше, ну, либо не кидать, либо кидать попозже, пока у него... Хотя нет, пока он на тен, не кидать, это тупо звучит. Ну, я просто не хочу кидать этот тайл сейчас, потому что знаю, что если он сейчас на тен, то он откроется и будет темпай. А если я кину потом, я могу попасть в рон. Ну, тут нет однозначного решения. Красивая рука у меня, но вот в неё не заходит. Это, конечно, немножко разочаровывает. Ну, шестерки пин, пора бы уже, наверное, мне кинуть. Да, кину и сейчас. Это не рон, надеюсь. А, нет, он её не взял, значит, у меня уже есть эти тайлы. Так, ну, я могу кинуть здесь речи номия иногда. Так, ну, вообще, в принципе, пятерок манов осталось мало. Восьмёрок ман тоже немного. То есть, в целом, мне здесь скорее зайдёт в сампон, чем зайдёт в 5 или 8 ман в темпай. Да, находит сампон, сананка номия. Но у меня мало аутов и, в принципе, эта рука всё ещё может улучшиться. Вы понимаете меня, я думаю. Зелёный дракон, ну, он шампайный. Чёрт побери, я мог попасть в рон направо этим тайлом. Я боюсь укинуть этот тайл направо, я кину 6 ман. Я реально боюсь, что там может быть оказывается 2 или 3 дора, я брошу этот тайл под урон. Ну, и более того, сананка номия всё-таки можно улучшать ещё. Довольно-таки слабо, на самом деле, выглядит, потому что я не кидаю зелёного. Но, поймите правильно, Юрок справа скинул 6 со вторым ходом. Это означает, что у него довольно-таки вероятный этот тайл, по крайней мере, я так считаю. Ну, в предоходе определённых тайлов хороших или нет. Он сбросил пару западов после объявления канов, но стал дорой. Я не понимаю, что делать лучше игрок в Тесудзе. Но моя рука всё ещё готова улучшаться. 5-100 это дора, я ей дор кинуть не могу. Я кину 7 ман. 8 пин. За КБ семёрок. К сожалению, я всё ещё на Тен. Тенок, я 3-4, девятка пин. У меня есть девятка пин Гембутсу. Заходит 5 софт пару, и это идеальный темпай на Сванка, но я не буду брать ни один тайл. И зелёный шампайный, но я не могу кинуть зелёного здесь ни в коем случае. Игра 2 берёт темпцу, мой, это всего лишь косарь, сука. Чего я боялся. Хотя 5-8 ман никто не кинул, а зелёный всё ещё очень опасен. Ладно, я сыграл таким образом, потому что у меня было преимущество по очкам над моими противниками. Конечно, если бы я был, скажем, на третьем или на четвёртом месте предыдущего раздачи, я бы кинул Ричи в Ряма на Сананка Номи и не парился бы. Возможно, ну, блин, я, возможно, встал кинуть пораньше зелёного дракона. Я загнал себя в ловушку, не кинув его. Ну, потому что я не видел ни одной Доры, пятёрки соу. И я мог попасть зелёным драконом направо в сампон на две пятёрки соу и два зелёных. И это было бы... Это было бы урон сколько? Ну да, это было бы урон 12. То есть две пятёрки соу, одна красная и пара зелёных, и это урон 12 тысяч. Сверху справа. Игрок справа берёт с меня. Я не хочу так просто проигрывать от Ханчан. Я подготовился, по крайней мере, морально. Да-да-да, вы можете смеяться, но даже если я считаю себя хорошим игроком или лучшим игроком, я тоже подготавливаюсь к сражениям. Наоборот, тот, кто подготавливается, он имеет преимущество над другими. Какой бы там ни был у человека опыт. Меньше Антен на Саншику. И я думаю, я скину сразу четвёрку пинга. Я, конечно, потеряю ряма на 2-5 пинга. Но, мне кажется, моя финальная форма трорки должна выглядеть вот так. И безопасный тайл справа лежит. Девятки соу вышло 2. В принципе, мне придётся брать третью девятку соу слева. Семёрку монтаж придётся брать, к сожалению. Потому что это всё маловероятные тайлы. А север, запад, что безопаснее? Думаю, запад безопаснее, потому что его вышло 2 в дискарде. Ты вышел 3 девятки соу. Теперь у меня будут проблемы. Ну, всё. Всё, закончилось. Теперь я не открываюсь на семёрке ман слева. Хотя, киндричь, на семёрку ман я, в принципе, могу. Но это будет немножко слабым решением. Ну, то есть я подставлю себя под ситуацию, когда я могу проиграть много очков. И когда моя победа не будет столь вероятна. Вот теперь четвёрка пин у меня бы устроила бы. В прошлый раз, как и четвёрка ман. Блин, и четвёрка пин, и четвёрка ман выглядят такими сочными для моей руки теперь. Тойм открылся до него одна тура. Но я чувствую, там она не одна. Я получаю темпай на руку Номи. Но в то же самое время, я знаю, что у меня мало шансов победить. Хотя вот сейчас семёрка ман такая вот уже выглядит, как будто вы её могут снести. Шесть пин. Шесть пин опасный Тау против Тоймана довольно-таки. Кан двойка ман. Единицы ман стали дворами. Единицы ман, скорее всего, в паре слева лежат. То есть, игрок слева может домотынить сейчас. Заходить семёрка слоу. Ну, за тремя шестёрками, но я думаю, она полезна для меня. Восьмёрка ман не выглядит соль опасный. Я брошу её. Я всё ещё боюсь кинуть здесь... Шетвёрку пин. Одна в трипл рон может пойти. Нет, ну не в трипл рон, здесь две четвёрки. В общем, на них для вас будет достаточно, потому что я скажу, что... Шесть пин очень опасно. Ну, тремную кидать, как и ещё не бывало. Таняо, Дора, Дора. Справа взяли рон. Ну, я разрушил свой темпай без яку, не сбросив шетвёрку пин. Я сэкономил очки. Довольно-таки неплохо, конечно, но... Пока что меня в голове держится только та ситуация, когда я держал темпай на сананкноме, и потом держал темпай на... Потом держал темпай на сананк, но оставалось всего два тайла в стене. Не на взятие, а вообще в стене оставалось два тайла. И я не смог кинуть зелёного шампайного. Ну, я понимаю, что в этом зелёном не так намного плюсов, если его сброшу. Но рука моя прям просила, что сбрось зелёного, пожалуйста. Ну, нужно научиться. Ну, вообще, не то, что нужно научиться, я уже научился, но нужно уметь отказываться. Вы знаете, прям испытание такое, как будто бы перед вами там раздевается женщина, и вы должны выдержать это напряжение и не встать со стула, чтобы там начать её ласкать и дела. Я думаю, вам сейчас смешно, если вы это услышали. Ну, в общем, вся игра в маджонок, она именно об этом. Сидеть на стуле и иметь терпение. Потому что выигрывает именно тот, кто досижу до конца. Ну, я имею в виду до конца, какого конца, ну, в общем, мы поняли. Зелёный шампайн, и чем дольше я держу, тем более он опасен. Ну, если я кину зелёного, не, на самом деле, мне кажется, зелёного я уже не кину здесь, если кто-то другой его не кинет. Ну, просто потому что я кину зелёного, и либо слева взяду 4-2, 2 раз меня. Либо Тейма объявит пол на зелёном. Хотя, в общем-то, я хочу кинуть зелёного, откровенно говоря. И я думаю, я кину зелёного, но когда получу тройку ман, либо восток. Нет, когда я получу восток, я скину другие тайлы. Тейма кину на речи 2-й пин. Причём самое интересное, на 2-й пин доказалось блокировать задержку, когда я игрок слева кидал. Мне никакой желание накидывать Тейма на выпад, хотя, в общем-то, у меня 0 гембутсу. У меня 0 гембутсу. 2 со. Она не выглядит столь опасной, причём она проходит по октаве здесь. 6 со. У Тейма может быть читой с таким дискардом. Ну, я не знаю. Нет, ну читой на него не пропускал, наверное. Я не знаю. Так, темпай, но это безяку. Силён. На 2-й пин, Тейма силён. Так. Я уже только вижу 2-й ман. 3-2-й ман, я могу взять полностью скинуть 4 ман. Ну, давайте рискнём. Темпай на зелёного и Квай 3-доры. Ну, правда, потом мне нечем будет защищаться. Вообще нечем будет защищаться. Но, возможно, игра стоит свеч. Самое опасное, что я могу вытащить, это 5 пин. 5 пин, нет. Я сейчас вытащу 5 пин, и я просто проиграю Ханчан. Блядь, зачем я бью пон на востоках? Надо было думать больше. Ну, всё. Сейчас я кину 3 пин, и могу проиграть. Ну, давай. Фух, она прошла. Ну, я уже сильно жалею, что я бью пон на востоках. Ну, просто он, это... У меня темпай на манган теперь. 3 пин. Нет, это была плохая, очень плохая игра пон на востоках. Мне кажется, я встал со стула и не сдержался, как я говорил в примерах ранее. Ничему жизнь не учит. Вот я сейчас просто играю в рандом, в флоты, то, что даёт местиная. О, ну, это рон. Из того, что даёт местиная, я играю. Ну, вот, куртанул флоты и победил. Ха-ха. Ну, в целом, я мог легко накинуть тройкой пин в той ману. Но самое тупое, что я мог вытащить 5 пин. И это был самым опасным тайлом в раздаче. Даже зелёный более безопасен, чем пятерка пин, ну, в среднем. Но мне повевло. Ну, почему как повевло? Дико повевло, потому что я вытаскивал много тайлов. Самое плохое здесь, то, что я пошёл на этот риск осознанно. То, что я, ну, то есть, обью пон востоков, я уже понял, что я никуда не уйду из этой раздачи. И самое плохое, что я могу продать это, если я вытащил бы 5 пин. Потому что я ожидал, что это самая павстая раздача. Я повторяюсь, но этому стоит уделить много внимания. И при раздаче скине пятерки пина, я думаю, я бы скинул бы зелёного. Ну, просто потому что на это более проще ждать в пинах подобные руки. Вообще, я ожидал, что у Филиппа в руке может быть читой на зелёного. Ну, то есть, я бы был прикован. Так что давайте мы просто поблагодарим высшие силы, что у меня не упала с листяные пятёрка пин. Это был, по-моему, единственный этап, после взятия которого я бы решился бы кинуть зелёного дракона. Филипп атакует, атаку я. Да, он теперь прижатся к стенке, у него мало очков. И нужно теперь говорить аккуратнее, потому что сейчас он уже, его рука в хорошем состоянии, он скинул на несколько сторонах тайлов, просто эффективных тайлов, ладно, не центральных. 8 пин, 3 ман являются эффективными тайлами. Он не взял открытие на 6 со, на 5 пин, сбросил за руки в 8 руку ман. То есть, вероятно, что Томин может дать сейчас на 6-9 ман. Ну, то есть, простых чтений дискарда. Ну, можно точно сказать, что у Филиппа нету, ну, около точно сказать, что у Филиппа нету пара девяток соу, просто потому что он не взял пон на девятки соу. Либо, ну, либо у него есть эти три доры, только однокрафные, две девятки соу и хорошее ожидание. Потому что иначе бы он вобил в упон на девятки соу почти всегда. Это и стоит, потому что я знаю, как играет Филипп. Так, умеешь антен. Нужно будет снести либо двойку соу, либо штерку ман. Филипп кинул зеленую из руки, то есть он до этого не был темпай. Вот хитрый жук какой. Получает темпай на 7 ман. Есть ли у Филиппа холонец? Я думаю, нету. Филипп не открылся на 6, 400, 800, то есть это почти невероятная холонец, этого не должно существовать. Ну, 6 ман, игрок слева кинул, игрок справа взял рун. Пинфу, ака, ака. Неплохо. То есть вместо обычного пути по сбросу руки и защите я выбрал темпай. Пускай он был чуть-чуть, ну, пускай мой сброс был немножко опасен, но нужно было так играть. Так, ну в этой руке я вижу все Якухай. Вот тут у меня, не стоит думать о Чанте или Джунчане здесь, просто потому что у меня есть Акадора, у меня есть эффективный Тао в Монах. Джунчан или Чанта будут редко заходить, ну почти никогда. Более того, мне не нужны эти редкие руки, просто потому что у меня много очков. Давно ли вы видели во втородании или там в Фениксе, люди, которые собирают Чанту? Единичные случаи. Белый-зеленый Шанпай прокинул в неудобную форму. Эти Тао пригодятся мне, вероятно, для сбора Якухая, либо есть такая теория, я не хочу давать своим противникам простых решений. То есть сидят, допустим, три игрока, мой противник с белым-зеленым драконом. И вот сидят, думаю, так же, как я, типа. Ну вот если я кину белого-зеленого, то тут руки белого-зеленого. Поэтому я оставлю Тао себе в руке, чтобы это не помогало другим людям собирать свою руку. По такой логике. Правда сейчас я получил хороший Шантен, и у меня нет смысла больше держать эти Тао. Теперь я могу легко их снести. После сброса мой зеленого дракона, Филипп также сбросил зеленого дракона. То есть я ожидаю Филиппа увидеть еще пару белых. Ну, либо слева пару белых. Слева Дилер, и мне не хочется его набрасывать, но у меня, по идее, ноль Гембутсу здесь. Вообще ноль, да? Здесь же вообще ноль Гембутсу. Да, ноль. Самый безопасный Тао я вижу здесь пятерку Ман. Я кину ее. Пятерка Ман довольно-таки безопасный Тао против как раз слева. Но остальные Тао все очень опасные, я разрушил свой Шантен. 4-7 Ман накинуть все равно не могу. Игроку слева. Девяткий Ман. Все, пошли. Здесь было главное не накинуть в упавку, игроку слева. Ну, и главное, чтобы не взял под Суму, конечно. Под Суму Ханиман слева я проиграл бы здесь. Иногда. Урон на девяткий Сол. Речи Пинфу, Санши Кудора. Утрес, а ты неплох. Неплох. Блин, у меня даже обогнал. А вот козел. Значит, слухи не врали. Игрок Тесудзи правда очень силен. Это Тесудзи. Лучший клуб Москвы. А Москва столица России. А Россия. Это лучшая Речи держава Европы. То есть получается, что Утрес. Настоящая легенда. Зря я его позвал. Он очень хорош. Он меня выигрывает по очкам. Даже учитывая, что я сделал такую грязь, как танки на Зеленого, и мне набросили из-под Речи. Ну ладно, сейчас еще не все закончилось. Ну я скину 8-6 ман. В этой руке потенциально может быть Хонницу. Хотя, в общем-то, Хонница мне не нужна. Утрес не прощает сразу же. Ну, что поделать. Утрес не прощает. Но я не хочу здесь защищаться. Но смысл здесь? Здесь у меня от очков нет смысла, если я потеряю позицию. 2-со. Я буду атаковать эту руку. Я обязан атаковать эту руку. Просто потому, что мне нужно место повыше. Сейчас я уже получил нужные очки, но... Мне нужно место. Теперь Чун. 6 ман. Хорошо, я могу атаковать, если мне будут кидать нужные тайлы. Я сильно прикован к востоку, если собираюсь открываться. Так. Ну, в принципе, 8 пины. Единицы пин. Хорошие сбросы будут. Осталось дело за малым, за востоком. И Филипп кидает север. Филипп понимает, что если он набросит, то проиграет. 4 ман не сейв, но я кинул 6 ман уже. Довольно-таки тупо. Теперь не кидать 4 ман. Ну, давайте-ка я повременю на один ход. Делаю на пару ходов с 4 ман. 7-со. Это Чи. Единицы пин. А, ну... На 9-ки пин про Чи, к сожалению, тоже придется. Или, может быть, не придется кидать 8. 7 ман проходит. Так, 7 ман проходит. Единицы ман. Я был готов к набросить единицы ман направо, но это было бы минимальная стоимость, по идее. То есть, там не было бы... Что-то ужасного. Черт, мы бери. Мне находит пятерка ман еще. Но 7 пина я здесь кинуть не могу, по-хорошему. Так ведь. Здесь нам подумать об этом. Ну, времени нет, думайте. Кину 4 ман. 5 ман, ну, блин, 5 ман наценили... Зря, наверное. 5 ман я реально буду кинуть, хотя... Не, стоп, Тойман кидал 5 ман. А чем это я? Я все еще не вижу востока. Филипп защищается. Довольно-таки не похоже на него, кстати. Довольно-таки не похоже на Филиппа, чтобы он защищался. 2 ман, 8 ман. По идее, я могу кинуть здесь 5 ман. Но в каком случае... В общем-то, я уже готов брать Чи на девятке пин, но игрок слева мне протактивно не кидает. Не знаю, что он там решил. А вот и Филипп проснулся, так что он кинет востоком. Востоком. Югом. Ричи югом. 300. 300 в Ипацию я кинуть не могу. Ну, 8 пин, чё? Я надеюсь, что сейчас... Да, да, Рон и Пацию, пожалуйста. Спасибо. Вау. Вот это да. Лол. Ричи и Пацию, Чи Товица, 2 уродоры. Ричи югом. Охуеть. Простите за мой французский, но это... Нет, для меня это очень приятно, но Филипп сейчас, ну не знаю, восстал, конечно. Ну то сейчас мой первый мес, скорее всего, уже не отнимется, хотя игрок справа дилер. Ну как он это сделал? Чи Товица номер... В той 12. А 12600, разница сколько... Так, ну где-то в 8 раз, да? Да, в 8 раз. В 7,5 раз. Нет, не в 7,5. Ну, по-короче, где-то в 8 раз. Представьте, увеличение стоимости руки в 8 раз. Просто из-за того, что он кинул Ричи. Ладно, мне это на самом деле очень приятно. Я бы болел за Филиппа, чтобы он дал мне первое место в этом ханчане, собрав руку с игрока справа. Все хорошо. В прошлом шоу-дауне у меня не получилось выиграть, к сожалению. Так, это я беру Чи. В этой руке есть хороший потенциал, кстати, интересный. То есть я могу взять Чи на тройке пин, либо на девятке пин даже, и собрать Саншику. Саншику Акадоры. То есть эта рука либо встанет Таньяо в Саншику две Адоры, красные. Либо может стать еще... Ух ты. Могу взять Чи, скинуть 7-8 пин. Но я даже не знаю, что мне сделать, кстати, здесь. Правильно. Но я пропущу. По-хорошему я могу накинуть даже в Ханиман в Пацу, поэтому че я мозг себе ебу. Нет, в Ханиман не могу, могу в Манган накинуть. То есть им даже можно не париться, накинуть в Манган налево. О, Чи той. Нет, Чуна. Смотри, Чи, Пацу, Чун, Ака. Лол. На Чуна ждал. И три ура. Блин. Жирный Ханчан. Чуна первый пропустил. Через три хода борсок Чуна от Филиппа, который наверняка держал Чуна как безопасный тайл. И сразу Ханиман. Жирно, жирно. Так можно скипеть, кстати. Нет, я посмотрю из интереса, куда кидал Филипп Чуна. Да, он кидал из руки. Причем он получил хороший шантел после этого взятия. Ну, справа был темпай на А6-9 пина и Кухай Номи. Я думаю, игрок справа победил бы, если бы Филипп кинул. А у Филиппа нет Гембутса даже, кстати. Он просто оставил Чуна как более безопасный тайл. Ну, не появло игроку. Так. Ну, я должен написать результат. Так, второй Ханчан через пять минут. Второй Ханчан через пять минут. Второй Ханчан через пять минут я должен написать. И напишу это еще Андрею Ямакову второй Ханчан через пять минут. Было довольно-таки потно. Утрез меня догонял. Мне не дали открыть, что было у Филиппа, когда я взял его урон на зеленом. У меня был темпай на 5-8 пин. Это было предсказуемо, к сожалению. Бля, хочу замену, пишет мне Андрей Ямаков. Почему все ноют? Филипп ноет то, что он хочет спать. Андрей ноет, что у него подлее по всей комнате. Ну, что вы несете, господи. А, он шутит. Хорошо. Так. В лобби три человека. Я думаю, Филипп вышел сейчас временно. А где нет, он вернулся. Он просто не отвечает мне в... Не отвечает. Просто не отвечает. Так. Надо писать места. Точнее очки хотя бы. Так. 41-100 у меня. Утрез. 28-700. Подлево по всей комнате. 24-600 у Антона. И у Филиппа 5-600. Блин, Филипп, конечно, не везло в этом кончании. Я веду его потуги. К победе. Среднее место. У меня. 1. У Филиппа 4. У Антона 3. У Андрея 2. Реплеи. Реплей первой игры. Сейчас я запущу. В Google Doc. Так, я хочу дать на 1-1 стрим к Филиппу. Так. Я пишу утрез то, что написал, что в видео я назвал его топом. Довольно-таки смешно. Ну, блин, его Саншику, Рон Стоймена, его с Филипп... Рон с Антономом на 9-ке СОП, в Би-2 Ричи и еще Саншику. Просто красиво выглядит. Я думаю, всем было приятно это увидеть. Ну, кроме некоторых людей. Захожу на стрим к Филиппу. Сейчас. 15 зрителей у него. Выведу окошко сюда. Чего, может, что-нибудь там говорит? Интересно. Вы чувствуете это? Вы чувствуете это эти пригарные покрытия? Я плохо вижу, на самом деле. Надо побольше стрелять. 9-со рон у кого-то. Рон у спаран, вертки с СОЛ. А, это первый авток. Да, был такой. У Филиппа была тогда хорошая рука по ходу дела. А что там на чате пишут, мне что-то интересно. Блин. Не расширить. А вот расширю. Тысяча параметикар, я же не пил ряма, бала-бала. Мне смешно, извините, мне смешно. Все дело в том, что... То есть, трагичная музыка у Филиппа там на стриме. Явно... Так, а ты куда ушел? Так. Ну-ка, не шути мне. Где это? Где это? Стоп, 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 стоп. Да тут пропала рамочка. Так, ладно, к черту. Где эта рамочка? У меня рамочка пропала, которая захватывает экран. Так. Ну-ка. Вот обратно. Хопа. Так. Все. Сейчас пора начинать. Спрошу Филиппа, готов ли он. Так. И теперь нужно вбить игроков, кто будет... Рассадку, рассадку. Главное рассадка. Рассадка. То есть, сейчас мы берем... То есть, сейчас у нас будет рассадка следующая. Первый Восток... Первый Восток сидит у нас... Игра под номером 3. Это то есть... Я на Первом Востоке. Потом садится... Потом садится... Потом садится Филипп. Потом садится Филипп. Стах... Готов. Сейчас прошу всех готовность. И мы поедем. И мы поедем, помчимся. Так. Утрез. Утрез у нас под номером 4. И утрез будет на... Сидеть на Западе. В этот раз. Да. А на четвертой строчке у нас будет сидеть... Сейчас. Это еще кустарный метод. Да. На четвертом строчке будет Антон Новиков. Все верно. Air... Air Amp. Все. На готовность просил. Все готовы. Пора начинать. Никней мы ввел. Старт. Я на Востоке. Справа Филипп. Трема внутри. Слева Air Amp. Все нормально. Итак. Вперед. Второй кончат. Первый кончат играли за 45 минут примерно. Все. Ну конечно скажем. Новым кончатам комиссировать хочется все меньше и меньше. Это вот есть панциал на Чанту. В принципе на 1 спины я беру Чи. Да. На 1 спины я беру Чи. На 8-ке Ман беру Чи. На 1-це Соби беру Чи. Все здесь нормально. Мне кажется будет. Если я это так сыграю. Теперь скину Чуна. 5-це Охоте наиболее 5-е, чем 8-ка. Я скину пятерку. Потенциал на Чанту здесь есть. Надо его реализовывать. Я конечно говорил совсем недавно, что Чанта. Редко собираем маяку. Но здесь походу Дева Чанта нам и пахнет. Я могу взять пан на зеленых. То я ему кинул Рич восьмеркой. Интересно. Кинул Рич восьмеркой после пятерки. То есть иногда я не смогу кинуть здесь девятку Сол. Точнее говоря, девятка Сол опасна. Он может взять на нее в санпон. Такой последний с дискарда. Но она полностью отрезана. Ну, скинув восьмерку, я решил, что я кинул уже эту девятку. Потому что я считаю, что 1-4 Сол даже более проще ждать. Да, 1-4 Сол более просто ждать. Я легко кинул 6 Сол. Смотри, она пройдет. Но 9 Сол, в ней другая загадка. Она может не пройти. Черт. Ну, пора кидать. Темпай на Чанту Номи. Зеленое пропускаю. Рука красиво выглядит. А стоит всего лишь полторы тысячи. Потому что я дилер. Ничего поделать. Мне набрасывают. Вот, я говорил про Чанту. Чанту я и собрал. Так. Двойной Восток. Вижу потенциал на маны, на той-той вижу. В принципе, я здесь буду просто, как ошалевшие, объявлять поны. И скидывать 2-4 пин, 6-со. Это довольно-таки хорошая игра. Хоть я и говорю, что как ошалевшие, но здесь надо так вирать. Там будет сдаваться наибольшая стоимость для руки. То есть, пон на западе, это даже не вопрос. Скину белого дракона, хотя, ну, я не знаю, мог кинуть 6-со здесь. Иногда я здесь получу 500 красную. Хотя, я мог получить 5 пинкрафта, мог получить. Получается, что не состыковка с логикой. Но я кинули 600 тоже. Хочется получать маны, чтобы объявлять поны здесь. Да, я обязан это брать. Теперь при получении любого тайла, по-хорошему, я дарю кину зеленого дракона. Нет, я кинули единцу ман. Как бы намекаю, что у меня есть не хойницы, что мне, возможно, не нужны маны будут потом. Создавая иллюзию, что у меня что-то кроме хойницы еще, может быть. Или просто, может быть, не хойницы, а той и той обычной. Или обычная плоская рука, что, кстати, не так-то и вероятно, по сути. О, ну что ты делаешь? Пинфу. Блин, ну это плохо. У меня была хорошая рука очень сейчас. Это обидно, кстати. Он мне всю руку испортил сейчас своим уроном. То есть, как испортил? Уничтожил кукером собачью. Так. Запад я не беру. Спалил то, что у меня пара западов, кстати. Пока отвечал. Андрей пишет, что у него был закрытый пон восьмерок ман, которых я бил урон сейчас. Получается, что это было хорошим исходом очень, то, что меня набросят. Турка стремится к читою, я думаю... Хотя нет, не думаю. Просто кину 9 ман. О чем думать? Не, думать нужно, но мне кажется, 9-ка сло очень... Блин, я опять путаю масть, да, когда говорю? Ну, в общем, 9-ка сло хороший снос. Я сохраняю гибкость и на читой, и на обычную руку. Филипп стремится тоже к чё-то собрать. В этом ханчане я сижу слева от Филиппа. Я тот, кто контролирует его открытие. Получаю шантен на читойцу с Акадорой. Не вижу особого смысла здесь защищаться против Филиппа теперь. Это у меня самого шантен хороший. Хотя у Филиппа может просто быть 3-дора, и я проиграю ханчану, сильно брошу ему. Зеленый топовый тайл для читой, для ожидания, и для того, чтобы я сейчас получил его в темпай. Это лучший тайл. Я мог кинуть 6 пин. Могу ли я кинуть 6 пин? В хорошем могу. Хотя, кто знает, может быть, Филипп именно на нее и ждет, сделав такой интересный залом. У меня много пятерок-семерок пин, поэтому вероятность 5-7 справа уменьшена. Заход Дора, я ее никогда не кинул, по идее. Вообще никогда. Самое такое, что я могу сделать, я кину Дора. Хотя, стоп, Тоймон кидал Дору. О чем я думаю? Тоймон же кидал Дору 3-х год назад. 5-со красное, я легко сношу. Филипп сбрасывает единицу своей из руки, так поздно. Тоймон кидает зеленого из руки, тоже так поздно. Я не понимаю, что творится. Это не в стол уровне втородана. Ну, слева кидает рища, я вытаскиваю 5 пин. Супер опасный тайл против всех. Кидает зеленого. 5 пин совершенно нельзя кидать. Я все, я не соберу эту руку никогда. Это полный ход. Я могу взять пон стоим, чтобы не дать я как бы слил взять Ипатцу Цуму, а я должен отменить эту кнопку. 700. Ипатцу Рон. Ричи Ипатцу Тонио Дора. Кинул по октаве. 8. Ах, утряс, зачем? Октавы могут не сработать. Самое глупое, что это была октава не после ричи, а до ричи. То есть, тут была идея ловушки от игрока слева. Он скинул из 4.6.8, скинул 4 довольно-таки рано. И заломил. Ну, я так тоже как бы делаю, но идея хорошая. Пронесу неэффективную формулу, потому что у меня есть 20 центральных тайла. И довольно-таки... Хе-хе. Довольно-таки... Ну, в хорошей руководстве, в общем-то, ранней стадии, хотел сказать. Ну, теперь, наверное, стоит скинуть 6 пин. Андрей пишет, что зря октавы вспомнил. Зря. Так, ну, у меня есть антенна, рука будет быстро улучшаться. 6 пин не особо нужный тайл, потому что у меня есть 3 пин. И... Скоро я скину наверняка 6 со здесь. Я вижу... Вижу получение 2 пин совсем невероятное. Из-за того, что я заброшу 6 со, я заломлю на 3 со. Но если я получил этот панель на 3 со в дырку, и я буду сбрасывать 4, то я не сделаю ричи сразу. Это будет плохим тоном. Просто потому, что мое ожидание, может быть, будет читаемым. Не мог не набросить с него. 5 ман, хороший тайл. Я скину 1 3 пин. 5-ка ман, это форма 4, 5 и 5, 6 в руке. Тойман кинул ричи после сброса 7-ки со. Девятка со вообще в малом количестве в этой игре. Девятка со, я не могу кинуть в упадцу Тойману. Кидаю 6. Ну, по крайней мере, в упадцу это дополнительный хан. Я не хочу попадать в упадцу. Я знаю ситуацию, когда девятка со дня проходит, и это может оказаться мне на моей позиции. Ну, к сожалению, начинает захотить, и я уже обосрался. Типа, ну, давай, ладно, защищаемся. Не все так плохо пока что у меня в хончании. Да и вообще в этом турнире. Ну, не турнире, а шоу-дауни, точнее. Вот, превышел 2 семерки со, я вижу 2 восьмерки со. Ну, девятка со прям прочится в дискард, но я уже разломал себе руку семеркой. Так что давайте не будем париться. Я уже разломал себе руку. У меня не было хорошей альтернативы для сброса, кроме девятки со. Поэтому, вот, ну, восстанавливается, конечно. 5 ман, 9 ман кидать. 9 со. Не, я не буду жалеть об этом, наверное. Все просто потому что девятка со, семерка со была скинута очень недавно, недавно, точнее, моим тойманом. Вот, домотен, рон, танел и пейка. Вот, бэр, кстати. Он, игрослила, считал, что 2-5 монопаста, но так оно и было. И про домотенил. Оуще. Так. Ну, у меня на первом месте 6300, и, в принципе, второе место меня тоже вполне не устраивает. Да и третье место меня будет устраивать иногда. Но я хочу войны. Я хочу победить в этом шоу-дауне моих трех противников. Пока что тот, кто объявляет ричи, проигрывает почему-то. Ну, чаще проигрывает, конечно. Потому что, чего, трех там кидал несколько раз ричи, не смог собрать. Что Филипп кидал ричи, попал не в манган. Еще какие-то истории были. Всего лишь за полтора ханчана. То есть, довольно-таки быстро. Полтора ханчана уже прошло, хотя за один час. Быстро катаем. Но самое такое, что в прошлый раз вышло из четырех игроков, там каждый ханчаник уходил в минус за четыре ханчана. А вот мы сыграли полтора ханчана, и пока нет особых тенденций к уходу в минус. Хотя вот, казалось бы, сейчас вот рез близок, а то нам был близок Филиппу к уходу в минус. Ну, опаска выхода в минус, ухода в минус точнее, она как бы дает о себе знать, как и начинает играть более защитным, потому что понимают, что если потерять последние очки, на этом все закончится. Потом он кидает Дору, игрок слева кидает две Доры. А игрок слева скинул Дору, потом смотри, и потом смотри, гири Дора. Ну, Доры вышли, теперь остались только красные. У меня шантенная Якухай Номи, в принципе, нормальная для меня рука. Вот эта рука может самушку 4-5-6, стоит отметить. То есть взять чин на четверке ман, сносить единицы пин, взять чин на четверке пин. Ну, не так-то вероятно, и намного больше просто бить пон на зеленом и не мучиться. 4-манса стены даст мне темп, ну, вряд ли на саншику еще небольшой. Ну, иди кухай Номи. 300-500. Филипп сам дал мне путь до сбора руки. Хотя, скорее всего, он просто скажет, что у него зеленый не вмещался в руку и будет прав. Но, то, что он не вмещался в руку, дает ему возможность победить. Как удачно. Бил полный, сразу же потом сумма. Все вовремя происходит. С другой стороны, если бы он не кидал в зеленого, я бы свою руку никогда, наверное, не смог бы собрать. Так, ну что же, у нас первый юг. Ну, для меня Филиппо катит очень близко. Поэтому мне не стоит стесняться играть быстро и открыто. Стоит брать... О, четверка со. Это отличное взятие. Теперь я хочу получить с стены пятерку ман, либо четверку ман, шестерку ман. Пятерка пин, еще более лучший тайл. Я не буду открываться на Таняо. Точнее, на... Не буду открываться. Хотя нет, уже буду открываться. Заходит импай, три стороны, там Пиндора, но это всегда будет ричи от меня. Пускай восьмерка мана исполнена, очень опасный тайл, но я должен здесь сделать шоу-бу. И пацит сумма там Пиндора. Это шесть каждого. Отличная рука зашла, ну и просто реализовалась. Единственная проблема, нужно было решиться кинуть восьмерку ман налево, но это было не тяжело. Я просто сказал себе, что у меня отличная рука, я должен с ней играть агрессивно. Хотя, в общем-то, ранее в стадии раздачи, и, казалось бы, просто залачила. На пятом ходу получил ханиман и пацит сумма. Так, может быть, это является то, что я называл подготовкой, да? Я хорошо подготовился к этому шоу-дауну. Ха-ха, пацит сумма, ханиман. Сейчас еще одна хорошая рука, кстати, у меня. Здесь может вырастить там Пинд Саншику на семерку ман. Но это, если мне правильно зайдет, все. Ух ты. Семь слоп я скинул пораньше, потому что у меня много талфет и октавы. Октава 4,7 слэ, я имею в виду. А сходят темпы, я могу кинуть ричи, я могу кинуть 6 пин. Вряд ли, либо 6 пин, либо 7 пин. 7 пин – безопасный вариант, но 6 пин – тон пин. Ну, ну, кину ричи 4 пин, я думаю, я надам попасть в рунь 6 пин. Имея моё количество очков, в предыдущей раздаче, когда у меня было очков примерно как урка слева, я бы кинул ричи 4 пин. Но сейчас я не кину ричи 4 пин, просто потому что ситуация изменилась. 400, конечно, более опасно, точнее, просто тоже опасно, но теперь я могу кинуть ричи в рярман. Она может не пройти, легко может не пройти. Но сейчас уже нет и патцу, и сейчас я изменил свои ожидания. И, возможно, мне сейчас снова повезёт. 3 пин, может не пройти. Прошла, повезло. То есть, наверное, как бы и 6 пин прошла бы тогда. Это адская четвёрка пин, да? Нет, полуадская. Нет, адская четвёрка пин. Если урка слева есть 2-3 пина, он собирается в Таньяо, то ему наберут открываться в этом талии. Рука 5-800, на самом деле, я мог бы здесь просто не собирать свою руку, но думаю, что это было бы тупо не собирать свою руку, а повезло, я бы слева собрать свою. То есть, я ушёл бы в защиту, он собрал бы свою Цуму, но, конечно, не догнал бы меня. Но нужно побороться. Я думаю. Решит Цума там пин. И как бы мои партийники сейчас не ныли, это ещё не конец. Так, ну ладно, снесу зелёного. Лебопытно, но 5-8 пина я так и не вытаскивал. А 2-5 со вытащил. Ренман. Я пугал штёрку пин кидать в его Ричипове. Понимаете, у него было понижение. То есть, он с с семёрки понижался до четвёрки. То есть, у него вероятнее ожидали на 3-6, на 2-5. На второй стороне 8-9 пина. Если бы у меня были, я бы как бы слева кинул бы в упадцу, почти не беспокоясь об этом. Всё из-за того, что у него было понижение. Это такая... То есть, если он сверху начинает, а потом вниз идёт. Стандартно. Бросая дуру, ну, она с ней встраивается. Она не втаняла даже, не встраивается никому. Так что, кто объявит по на Доре, покажет, что у него либо Чанте, либо Той-Той, либо Атотзуки, либо закрытый Якухай. Так, Филипп кидает тричи, и у меня есть только двоёка соу, безопасно. Ну, двоёка соу я ему кину сейчас, легко. Чтобы мне не зашло, кроме единицы соу, я кидаю ему двоёку соу. Ну, единица соу заходит, где я тоже кидаю двоёку соу. Вот сейчас у меня скоро встанет вопрос, что кидать Филиппу, потому что у меня ноль гембуцу. Ну, я думаю, восьмёрку соу кину ему. Восьмёрку соу, тройку ман. Вот что-то из этих двух тайлов является самым, самым безопасным тайлом у меня в руке. Ну, восьмёрка сон, очень безопасно. Вот, трес открывает мне дорогу. Филипп берёт с ума, семёрка ман. Речит с ума, пинфу, дора, дора. Так, манга. Филипп поднимается. Берёт с ума на моём делю. Берёт с ума на моём делю. Но, благодаря тому, что я собрал в прошлой раздаче ещё с ума, я чувствую себя за большим слоем такого жирка. Сейчас нельзя давать Филиппу собирать дальше руки на дилерстве, потому что я иногда, я знаю, чем это может закончиться. Филипп возьмёт, несколько раз с ума возьмёт и потом меня обгонит. Так что я должен атаковать здесь Филиппа и собирать быстро руку. Просыпается утрезв, высыпает мафия, все дела, но я всё ещё буду атаковать здесь. Заходит Дора, но 4 пинфа сброшу. А, у меня зелёный дракон открыт, и всё в порядке. Бросаю Дору. У меня темпай, я должен здесь форсировать сбор руки своей. У Таймана Дискард только терминалом. Мне кажется, у Таймана Дискарда 4 равных тайла, абсолютно не связанных. Так что, пока что я не чувствую давления Таймана с таким Дискардом. Открытия не так важны в этой игре, как Дискард. Дискарда можно намного больше определить. Так, Тайман кинул девятку слоя. Я думаю, вскоре я могу ожидать, что Тайман кинет мне ещё и семёрку слоу, пронося плохую форму. Да, кидайте семёрку слоу из руки. 5 ман. Ну, пока что не знаю, какая логика. Не, вообще у Филиппа тяжёлая ситуация, потому что он не может здесь объявить дорогой от Сумы, иначе умрёт мой Тайман. У моего Таймана мало очков. Всего лишь 2500, поэтому от Сумы манган от Филиппа убивает моего Таймана. А вот мой Тайман берёт Суму. Той-Той и Той-Той-2 и Кухаю. Not bad. Not bad. Кстати говоря, у Таймана появляется шанс играться с такой рукой. Мне не особо интересно создавать space, так называемый. То есть просто сидеть и не собирать руки ради защиты. Мне интересно, чтобы мы заклончики побыстрее от Ханчан. Ну, просто потому что каждая дополнительная рука это три потенциала на чужие Якуманы. А именно Якуман может меня достать. Да, да, вы можете сказать, что Якуман редкий случай, но давайте я просто не буду сдавать раздачи, где это будет возможно сделать все, что от меня зависит. Так, эта рука похожа на Реншан Тен, но в принципе я готов ее открывать. Нет, девятки пилы немножко рано скидывать еще. Здесь много сторонных тайлов, если я получу четверку ман, шестерку ман, даже если я получу пятерку ман, я снесу девятки пилы, соберу здесь из этого быстрого Таньяла и буду чувствовать себя хорошо. Не, не наздуло аутресу, просто потому что нужно так играть. Для меня не важно кто на каком месте сидит, я ко всем сейчас ровно душу. Хотя, конечно, бы Филиппа я хотел бы больше урыть, чтобы он проебал. Но это личное. Так, зеленый дракон. Друзья, нормальный сброс. А сейчас Таймон может сказать Рон Манган. Типа у него пара семерок пилы, пара зеленых и он говорит Рон Манган на этом. Возможно? Да, к сожалению, возможно. Так, я беру по на этом, подошу девятки. Все еще хочу вытащить какой-нибудь коннектор к пятерке ман. А это плохой кан и плохой пон даже. Странный заход. Довольно-таки странный заход. Так, что у Таймона осталось? Нет, ну у Таймона все-таки с такими дискардами я предполагаю может быть какой-то на паре зеленых большая задержка. Очень большая. У Таймона с таким дискардом может быть оттуда закипел и кстати. Так, опять ман я могу кинуть. Ну, это опасно. с другой стороны 5 пин, 2 пин более опасны против Таймона. 3 пин. Ну, это темпай, но темпай фиговый. Темпай на Таньяо номе в голимый сенпон. Точнее, в голимую дверку. А если я возьму пон на пятерке пин или на туреке пин, я смогу снести 4 пин и взять на той-той Таньяо. но 3-5 пин всего лишь по одной штуке осталось. Это не особо хорошее ожидание. Посмотрим, что из этого выйдет. Брать по на пятерке слоя точно не буду. Ах ты, козел. Вот так зашло. Но 4 пина могу кинуть, чтобы не попасть на право в рон. Давайте кинем 4 пин. Говорит, конечно, фиговый. Очень фиговый. Всего 2 тайла. То-то это не Алдора. Но под суммой еще будет сананка. Ну, блядь, как я и думал, сука. Белого, конечно, совершенно нельзя. Ни в коем случае. Либо той-мон, либо игрок справа ждет на белого. Я ему киндетайл. Совершенно ему киндетайл. Причем той-мон еще может ждать на 5-8 пин. Белый очень опасен. Ну, я может... Нет, ну там может пон закрытый. Но это слишком оптимистично об этом думать, что там пон закрытый. Я не настолько оптимист. Том-мон кет 8 пин. Это означает, что у него нет ожидания на 5-8 пин. Рамон, то есть у Том-мон, скорее всего, тот-монский белый. 8-монрон. А-ха, и 3-доры. Дорого, очень дорого. 12, лол. Нет, там 2-доры и АК. То есть, очевидно, что это 12. Но, блин, я боялся попасть стоимо на белом драконом. Филипп опять катывается. что поделать. Блин, на что мне стоило ожидать? Я вот не понимаю этого. Я понимаю, вот я вытащил белого. Как бы пятерка пин могла полететь в те же самые 12-ой монов. Форму 5-6-6-7-7 никто не отменял. Ну, скидывать тройку и ждать на двойку пин и пятерку пин слишком галимо. Но я про ситуацию, когда я вытаскивал пятерку софт-пон. Так, ну ладно. я играл в принципе аккуратно и не набрасывал. Так, у меня есть антенна пинфу Номи либо пинфу Дора. Я не не буду речевать эту руку, разумеется, потому что у меня 50 тысяч очков. Слева кидает Дору. Неужели слева есть стоимость, чтобы занять второе место? Либо игрок слева играет, чтобы не занять четвертое место? Если игрок слева играет, чтобы не занять четвертое место, то он довольно-таки слаб, потому что мы играем здесь на места в первую очередь. И занять третье место не так-то и положительно в серии четырех анчанов. Пятьсо. Вообще, игрок слева может... Черт, я все просрал опять. Он семьсо я могу кинуть. Он скинул пятьсо из руки. Ситуация изменилась. Надо реагировать. Я ему кину здесь теперь семьсо. Вот сейчас я ему кину семьсо, потому что он скинул пятьсо из руки. Это означает, что игрок слева может зажидать на хонницу на семьсо. Он скинул маны, скинул Дору, скинул пины. Я не настолько слепой, чтобы не заметить этого. Так, Филипп кидает речи. Ну, я должен пожелать ему удачи и скинуть в Ембуцу и Пацуцума. Хорошая удача. Речи, Пацуцума, пив, ой, еще и в Саншку. Черт, как же он ебурит. Ебурит, я бы даже сказал. Ну, что, Филипп выходит на второе место. Ну, кажется, наброс 12 и спор Ханимана потом. Я не знаю, есть ли здесь что-то от слова скил, но в то же самое время, блядь, что за клоунадо. Кто-то собирает манган, кто-то Ханиман, кто-то набрасывает друг к другу, а потом берет Ханиман с ума. Разве это манган, о котором мы мечтали? Филипп открывает косарь и, наверное, хочет, чтобы я начал помогать ему. И вы знаете, что? у меня по-хорошему нет ни одной причины мне не помогать ему. Просто потому, что он хотя бы звонил предыдущему хачане четвертое место. И я по-хорошему даже должен помогать. Но у меня у него самого есть рука здесь, поэтому, ну, вы видите, у меня здесь есть рука, чтобы атаковать. Это че является самым обязательным здесь, потому что у меня становится шантен на укухайноме. Самое такое, что по ходу делал я и на единицу вынуждены брать че. Филипп скидывает центральные тайлы, точнее, кривые тайлы, у него плохая рука все еще. Явно видно, что игрок, ну, что Филипп спешит. Он хочет, хочет собрать побыстрее, скорее безопасные тайлы, эффективные. И НРК сейчас сидит на стриме и думает, что типа, Шевман, какого хуя ты мне не кидаешь ничего. Он открылся, скинул 6 соу, но это поздно, чтобы я скинул ему четверку соу. Ну, 7 со я ему кинул, потому что мне так же зашла. Вообще, мне кажется, этот четверку соу он, возможно, закрепил пару у себя в руке. Я про Филиппа сейчас. Единица мант. Она шампайная. Оставлю я, вдруг меня дает в пару. Филипп объявляет Кан. Теперь нам бросить Филиппа может... Нет, я не потеряю конечно место. 7 пин. Мне на самом деле немножко не нравится дискард слева. Я могу упасть в руну долево, и это меня немножко беспокоит. Единица мант проходит, отлично. Филипп мчится к ссарю, и вот сброс четверки ман это знак. Он хочет, чтобы я скинул ему какую-нибудь пятерку или четверку ман, я Филиппа скинул. Но я не буду этого делать. Осталось только соседний, да, осталось, наверное, соседний немножко автайлов, типа пятерки ман, шестерки ман, который помог с Филиппу. Но двойка ман пропустит пропустит ее. 5-6 ман у него либо пара, либо ожидание ричи. Заходит Дора, которая вышла однажды, но это все еще опаснейший тайл. 7 ман. Филипп, ждешь? Не ждешь. Соболезную. 7 ман за руке. А 8 ман. Ждешь? Не ждешь. Сейчас у Филиппа еще шестерка ман, наверное, есть, который он взял в чью-то тайл. А, нет. О, темпай на восток, кстати, лол, лол, перестроение, вытащил зеленого и танки на восток теперь жду. Ах, 5-со, господи. Я не вижу 3-4 ни в каком количестве и зеленый тоже опасен. Блин, я не хочу это врушать, это. Придется. У меня не было выбора. Филипп задумался. Что там у него в руке? 8 ман, 6 ман, запад. Филипп похудел в темпай, если он так долго думает. Блядь, восток. Сука, ненавижу. 6 ман. Ну да, он ждал на 5-8 ман, в Рянман. Горок слева ждет на 3-со. Ну, и речь слева меня испугала. при том, что Дискард, точнее, ждание Филиппа было для меня очевидным, благодаря, ну, вы видели, он ждал на 5-8 ман несколько ходов. Ждание Филиппа было очевидным. Ну, у меня, я кидал 8-ку ман за пару ходов до этого, кстати, а он ее не взял. На самом деле, похудел он не в той, не так сильно очевидным. Не, ну, он просто остался в малых случаях, в малом варианте, который он ждет. Я посчитал, что именно это ожидание было самым вероятным, и не прогадал. Но последовала речь слева, и я испугался. Давайте тупо звучит, да? Кажется, утрез пошел во все тяжкие и будет собирать теперь чиницу на манах. Я получил самый эффективный Тел, и у меня есть хороший залом на единицы ман, здесь я кину речи. У меня нет Якуб без речи, поэтому надо кидать. Ранит импай. Филипп пошел в атаку. Здесь он возьмет с меня ханиман, то я проиграю. Остается надеяться, что мало ханиманов у него в спектре. Игрок слева уходит в атаку, ну и я беру Цуму. Лечит Цуму 1-дора, причем если я возьму Урадора, то Утрест не проиграет. Я беру 3 Урадоры, и Утрест занимает второе место, ударяя 3-м Урадором. Что мне интересно, было ли у Филиппа 1-4 ман в руке. Нет, не было. У него был лишь антенн на Якухайноме. А у Треса даже Хуницы не похоже еще. Вот он слева был темпай. Слева темпай на 3 ман. Ему бы скоро, возможно, набросили бы. Но я взял Цуму и 3 Урадоры. Да. Андрей говорит, что спасибо, что выстрел на третье место. Но я мог закончить вот здесь. Да, я мог легко закончить вот здесь, нет, просто этим. Дайте вот это. Отмотаю. Рука Филиппа становилась очевидной. Он гачил здесь. Я понял, что здесь я понял, что у него ждание в Монах, скорее всего. Нет, не здесь. Вот здесь я понял, что восьмерка ман не пройдет. Вот здесь я понял, что 8 ман не кидаю и Игар заканчивается. У меня был один ход. Вот этот ход. У меня он был. Чтобы я кинул восьмерку ман и попал Врон направо. Я решил так не сыграть. Надеюсь, меня простят за это. А, даже два хода я не кидал ему Врон. Игрок слева защищал темпай. А, я даже сейчас мог кинуть ему после этого ричи, мог кинуть ему восьмерку ман. Но я решил не играть так. И благодаря этому сделал хоть и сумму ханиман и добрал очков. Кстати, довольно-таки смешно. Так, мы закончили. Надо переписать. Результаты. Так, 5 мин. Перерыв. Напишу всем об этом. 5 мин. Перерыв. И после 5 минут играем 3 ханчан. 5 мин. Перерыв. Средние потом очки. Их первый раз. Так. Сумму 18. Ну, конечно, лаканул, бля. Ну, то есть лаканул. У меня отличные ожидания. Урока слева ожидания на много хуёй. Потому что две девятки вышли. Хотя у меня аутов. Восьмерок не существует. Двэк пин у меня. Три. И пятерки тоже три. У меня шесть аутов. А урока слева. А у него тоже нормальный аутов, кстати. Две девятки. И три шестёрки. То есть у меня шесть аутов. Урока слева 2 плюс 3. Пять аутов. Ну, лаканул я. Ну, короче, часто будет побежать ещё игрок слева. Никакой не набросил. Собрал полторы. Ещё сто. Восемнадцать. Восемь. Ещё двенадцать. Филипп, кажется, пизданул вообще здесь. И пацатсума, четвёрки пин. Как он вообще эту руку собирал, даже не любопытно. Ну, вот у него рука. Так. Ну, здесь это темпо. Нет, здесь еще антен. На руку без якова. Здесь темпо на пинфу Санши Кудора. Либо пинфу Дора просто. Ну, и пацатсума. Всё стандартно, по идее. Так. Мне пора вносить результат. Что написал мне Антон? Так. Антон прочёл моё сообщение, что у нас перерыв. Пора вносить результат им. Так. Так. Реплей, по-моему, скопировал. Ну, да. А, результат? Ну, очень нормально. Приятно. Итак. Пятьдесят девять триста. Пятьдесят девять триста. Андрей Ермаков одиннадцать четыреста. Антон Новиков девять семьсот. Филипп Троценко девятнадцать шестьсот. Опять же, у меня сейчас огромное преимущество над противниками по ситуации. Тут никто. Даже не знаю, в каких ситуациях я здесь проиграю. Или дам займу второе. Второе место на рекаме ещё реально получить. Ну, смотрите. Три, так. Плюс четыре. У меня среднее место один. У... Ну, пока что ближе всё ко мне у Трес. У него два-три. У него среднее место два с половиной. Среднее место три у Филиппа. И среднее место три с половиной у Антона. Значит. Два с половиной, три. Три с половиной и один. Ну. Если Андрей сейчас займёт первое, а ему четвёртое, то мы будем наравне. Но по очкам он меня не догонит. Скорее всего. Потому что у меня просто нереальное количество очков. Так. У меня плохо отображается. Знаете. Длиним здесь. Дополнительно. Так. Сумма. Функция. Функция суммы. Пожалуйста. Налево. Блять. Я не понимаю в этом гугле ничего. Ну вот. Функция сумма. Операторы. Опа. Оп-оп. И всё. Блин, оформил 50 тысяч за два хончана лишних. Так. Возвращаем обратно. Итак. Пауза. Так. Поставим на паузу. Продолжу через две минуты. Вы этого не заметите на видео. Так. Я вернулся. Спрашиваю готовность. И мы начнем. Треть хончан. Что пишу в телеграме. Трехочки. Тон Ханета. А, ещё нужно идти на стрим Филиппу. Хард. Так. Тон готов. Фейп молчит. Хожу на стрим к Хардосу. Тон. Тон. Продолжение следует... 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 Галинтонио Акадора, причем 4-команная ему сильно помогла, на ней отключи, закрывши ему форму, самую убогую в его руке, черт, ну, с тех пор, пока Акадора прошла, и у всех говеные руки я должен был пушить, причем у меня была отличная идея залома, прошло, не получилось, не знаю, в следующий раз, наверное, получится, но до следующего раза он уже будет дожить, я отлично заломил, и, знаете, просто вот резко собрали его руку, блин, вот этот ремонт на 5-8 пин, там 3 восьмерки вышло уже, и тебя вытащил, редкий таял на самом деле, удача отвернулась, это у меня в самый, самый такой момент, я не думаю, Сейчас в последнее время мало думаю, как и многие из нас, наверное, хотя, может, кто-нибудь сейчас скажет, типа, нет, нет, что ты говоришь, я думаю, пиздец, так, ну, нажму S5, почитаю, что пишут в Телеграме, там ничего не пишут, Пишут, что типа, Шимон может победить, помешайте ему Речи справа, семерка Ман Я не вижу ни одной из семи, нет, я вижу одну из семи Дор То есть справа может быть шесть Дор находиться Не буду там мешать, как и справа Чи, чи, сбросы, всякие сбросы полетели Мне эта детская войнушка не нужна, я пойду в защиту Пардон, у меня геймбут вообще почти не осталось Вот юг я кину еще, но после юга я уже не знаю, что кидать Ну, да, это ситуация, когда меня нихрена будут кидать И мне придется импровизировать Четыре пины я мог кинуть, по идее Вот четыре пины, мне кажется, самый безопасный тал, потому что остальных тал у меня в избытке Потом кидает три ман Семь ман, вышел четыре штуки семерок ман Могу накинуть четыре ман Попробую Смо Че, я писал, что четыре пины сам запасный тал, а игрок справа на него ждет И у него полная говня, то есть я мог накинуть направо еще югом Ну, ничего поделать В руке ничего нету, геймбутся нету Любой тал может не пройти Не такая уж часто ситуация Семь пин, но это хороший тал, отличный такой для Таньяо надо брать Закрыл свою плохую форму сразу же Ну, не буду не спеша собирать свою Таньяо Ну, либо если Филипп будет помогать, то отлично Я не против Первый ход семерка пина, это самый смак, давай Я жду твоих хороших тайлах, прям сейчас Ну, что ты сразу ее кидаешь? У тебя, думал, другой план Никто не начинает с первых, но с темерки пина потом ломает свой путь Не, 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 чувак Ты будешь кидать мне мои центральные тайлы? Бреть, он кидает их, я не могу их взять, лол г чем поделать но со временем киеве 5 пен и 7 ман которые сильно хочу 805 интересный момент но можно скинуть и прямо сейчас я не сильно верю в этот тайл он мне не сильно поможет скорее всего в сборе Таньяо если мне не зайдет вторая восьмерка со то все в порядке только вторая восьмерка со может убедить меня в том что я допустил ошибку скинув ее тройка ман все прекрасно у нас уже рян шантен на 2 косаря Филипп хочет собрать хоунцу или чинницу на со прям знаете монстр руку чтобы убить меня к хуйям собачьим вы знаете у меня может получиться две пятерки пена вышло я должен скидывать неэффективную форму 4-6 Филипп не кидает ни киесоу это очевидно у него на этой масте хоунца или чинца будет собрано так же он никогда не кстати а все драконы шампайные кстати это не часто замечаешь такое но на это даже можно никогда не обратить не обращать внимания но все драконы являются шампайнами и у меня пока что ни одного дракона нету но если бы у Филиппа были все драконы закрыты он бы кидал бы соу и все было по-другому шампайн зеленый прошел 6 пен я кинул у меня есть антенна уже Танила две доры Филипп стремится к сбору своей руки и может прям вот реально зажечь сейчас огонь я его даже немножко боюсь уже он начинает кидать ненужные ему ветра драконов все таки это будет чиниться с дорами и это очень сильная рука без шуток Кан на чунах Цумо ебать Решан Цумо Минхон Дора но это минимум 6 с каждого то есть он домотенил ну домотен здесь наверное лишнее хотя у него ждали всего лишь 2.5 ну что тут сказать у него сильная рука была сейчас реально сильная это правда читалось но смысла что читалось не читалось он ее собрал мы не смогли помогать мы не смогли помешать Филиппу собрать его руку жаль так ну если у меня есть драконы здесь ну чуна один вышел в принципе меня устроит уже похудел и второе место в этом хончании нужно просто верть аккуратнее хотя есть потенциал находится в этой руке ну к черту 2 Якухай и 2 Доры нормальная стоимость если я смогу догадать Филиппа то скорее всего не эта рука а следующий ну вообще то есть такая хорошая заявка на победу в кончании Сумо Минхон, Риншан, Якухай и еще одна Дора да жебочет ну то что он собрал его руку мне кажется это и моя вина и вина Тоймана и игрока справа то что мы не открывались и не давали не мешали ему собирать эту руку ведь он ее не быстро собирал он собрал ее только на тринадцатом ходу где-то плохой очи будет не нужно такое делать сейчас цель Филиппа утопить меня потому что иначе он не сможет занять место выше ну не сможет победить в шоу-дауне если не опустить меня то есть именно сейчас его шанс показать что он король опустив меня вниз глубоко на дно в принципе у него дискат такой что он может домотенить надо 5-6 со быстрее пока на нее не ждут в 12 тысяч Цумо Цумо, Пинфу, Саншоку, Дора охуеть но единственное что я успел скинуть их две в дискарде то есть он не смог с меня задуматься но в принципе то что он взял Цуму Мангана это не ошибка скажем так ну что ж он такие дома ты занял таким дискардом теперь Филипп на коне и я с этим мало что могу сделать единственное что мне не хочет занимать четвертое место здесь Филипп хочет чтобы он занял в этом кончане четвертое место он полюбался сейчас об этом говорить на стриме типа моя цель не выиграть здесь а вот сделать так чтобы блять Шимон сдох к хуям собачьим я сейчас говорю на своем записанном видео видео которое я записываю а то что моя цель здесь не занять четвертое но третье конечно так все будет звучать но четвертое это будет очень плохо если я ему четвертое Филипп когда-нибудь меня сможет и обогнать если я ему четвертое Филипп первого он меня еще не догоняет но создается ситуация когда он сможет меня обогнать в дальнейшем этого я не хочу допустить так хорошо заходит надо скинуть 2 или 400 скинуть 400 она более опасна будет в дальнейшем у меня якухай 2 доллара 5200 темпай отлично кнопочку не предлагать нажму здесь нечего вытруки мало чего можно изменить ну кроме пожалуйста мне не зайдет 500 крафт или 500 ман 5 ман точнее 500 ман Филипп кидает 5200 ну не совсем очевидно что у меня был бы такой темпай или то что я сейчас у меня рука в темпай Филиппа немножко не повезло и он набросил до Филиппа 22700 кстати кстати о птичках так ну в этой руке есть потенциал на Джун Чану я кстати потерял потенциал на И Цуноми но мне кажется Джун Чан здесь более хорошо смотрится и пойду собирать именно его много голимых форм но зато рука уже в более-менее готовом состоянии в плане форм в плане того что здесь почти все очевидно что лишние таллы это 8 ман и 9 со а здесь здесь 3 шантенны ну и разумеется мне 0 этих самых 0 готовых сетов значит у меня минимум 3 шантенн пока что никакой из форм не заходит вот первая форма зашла то есть я не знаю что до конца еще не знаю что у меня будет пара в руке что какой из этих тайлов ммм ммм единица со будет вскоре единица со будет опасно Филипп скинул пятерку очень рано он может дать на единицу со в дальнейшем именно у Филиппа сейчас потенциал на на самый быстрый сбор руки мне кажется потом вышел в темпай кидает ричи я кинул бы единицу со прямо сейчас если кто им берет с ума манган то я постановлюсь третьим ничего не поделать такова игра все нужно быть готовым к патсу сумму от противников к сожалению приходится быть готовым 7 ман плохой чей будет я мог скинуть 1 2 слой когда им собрать свою руку следующий семерку ман я беру в чае это уже видно и сброс девятки ман следует после этого это продолжение джунчана против чанта номия Филипп кидает мне семерку ман в этот раз уже не кидает к сожалению я хочу остаться темпай в принципе я могу рискнуть пон либо восьмерки ман либо севера я думаю здесь очевидно север причем у меня один север уже в дискарде довольно таки забавно у меня же двойка ман одна из двух оставшихся либо семерка пин двойка ман филипп может кинуть если она у него есть но я не знаю есть ли она у него или нет и ницепин такой не самый сейф речи пин фудора дура бедный антон мне кажется ему может сказать что мы сплотились с ребятами и типа он из питера мы двое из москвы с андреем и игрок слева это типа тоже бывший гость москвы скажем так но все не так антон мы не сплотились если ты смотришь это видео то мы играем серьезно честно не подумай про нас плохо мы не хотим просто взять и надругаться над твоим священным городом хотя в общем то позвали тебя чтобы ты показал как играть в питере ну нельзя судить по четырех анчанам конечно поэтому давай покажи покажи себя как ты можешь побеждать в чате 7994 обсуждают ипатсу риншан от филиппа наверное у нас был сегодня риншан ипатсу риншан ах это несуществующее правило несуществующие комбинации точнее мне кажется игрок справа начал собирать кокуши причем со временем он будет меня давить своим кокуши вообще была такая задержка что я чуть ли не обосрался сейчас нужно побыстрее прокинуть терминальные тайлы а не там биоплон и скинуть 4 ман я не правильно что творится но игра справа явно какая-то дикая рука когда единица соя я чувствовал задержку такую знаете вот трехсекундную я подумал что все минус 48 я держу шампайного чуна и я чувствую я с ним не смогу рафтаться потому что если он не скидывает терминалы игрок справа то это намек на то что у него а то таки на чуна то есть полагать что игрок справа есть минимум два чуна это нормально но это просто удвоить из этой раздачи ну к сожалению не зашел чуна я ничего не могу сделать а 4 восьмерки ман вышло семерки ман можно будет скидывать партия справа на 7 ман можно будет взять только в адской танки кан белых драконов в этот раз без риншанов на 9 кипим задержка а кстати хорошая задержка филипп тоже бил кан еще еще кан а я тоже 4 объявить кан но не могу даже на семерки ман к сожалению ребята я не могу вас поддержать по правилам 4 объявленных кан это пересдача но мне нужна единица ман еще одна тогда еще надо единица ман чтобы объявить кан и закончить этот цирк потому что ребята решили просто отсекать в цирк но он по он чем еди substitute 3 изошла удачно удачно единственный другой акан на нецеманной decided to believe оком и мы заканчиваем этот цирк где единицы маны не вижу где сама последних где ты чего просто сегодня гост или роски учуно и циман последняя kon 5 ман пепин давай имени важно что вас за руки мы играем встречу раздачу я знал что я смогу обвить к 4 закончить это красиво я знал и сделал не важно что вас за руки вы не получите ни копейки за ваш темпая попались лохи думали смогут объявить много канав и чтобы закончили так просто не со мной пара единиц ман единственная пара которая могла при перерасти в кан получают 3 получая 4 кан и не буду подумали что все так просто только интересная ситуация но его вправо кинул чуна просто так и на нем не было никакой задержки как будто бы филипп держал кнопочку на escape и готов был отказаться от рона на чуне там лишь бы смело взять ну что реально удивило что что как будто бы он нажимал даже не предлагать и быстро не рожняется кубистом нажал escape чтобы мы предлагали рон на чуне в задержке вообще не почувствовал начали но в любом случае это не тот тарел который хотел бы скинуть из той руки которую я и так не смог собрать у меня были безопасные тарелы другие китая чуна даже за кем-то тоже слегка безумная идея и так блин на секундочку мне захотелось даже что-то посмотреть что там филиппа на стриме может как-то чтобы не очень не предлагал даже рон но такая кнопочка тоже есть они тут например просто не такой не существует по-хорошему так отлично у меня и шинтен нужно будет убить пон на севере чтобы в темпай форма уже готовой в руке тема собирает ну он тоже устраивает аска 4 команд кстати хай номер всего-навсего приходит четверки маны на накинул тройку ман 3 пин ну давай кан смо клуна да конечно но у меня было премиальное ожидание здесь ведь конец не ошибка а поблагодарить филиппа то что помогает не собирать руку без него бы я наверно не смог бы справиться с первым местом мне нравится когда они помогают собирать руки и собирают их филипп если ты слышишь то говорю спасибо как это клуна досканами конечно пошла я не совсем понадобит такой игры но возможно смогу даже не первое место в этом кончане если мне сейчас немножко повезет у меня цель занять первое место ваще везде тем более отняв у филиппа первое место буду чувствовать себя отлично как будто бы поднял на нем поинтов как на фиши так там начинает собирать свою руку как начинает начал это шесть ходов назад нет смысла бейпона твой кахман у меня рука довольно таки дерьмовая зеленая могу кинуть но белого белого я не смогу кинуть вот тупо все время такая ситуация что типа находит каком-нибудь куфайная дура ты сидишь не просто как фуфлышный игрок ну а куда ее деть вот куда вот реально это ее деть яду в саншку шесть семь восемь может быть когда нибудь соберу сейчас я перейду в ваш антен точнее я сейчас в ваш антене перейду в темпай где надо будет снести эту голимую когда ему белого дракона и что я снесу упаду в танки тойману кант мучи ночи и что это будет я не мог кинуть с белого к сожалению 500 вся проблема в том что я не могу кинуть с белого дракона хотя в общем то у меня есть план небольшой такой редкий а семерка ман вообще одна осталась господи ну это вообще к дерьмо надо кинуть белого чтобы иметь темпай в три стороны брадо фритен мне нужна адская семерка ман для моего плана в танке на белого саншку дура дура ну да саншку две дура это план но нужно сначала получить семерку ман адскую ой это будет непросто 7 пин а счет тома хуйницу я даже не буду македить эту семерку пин и то ему не обязательно иметь танки на белого он может иметь хуйницу все довольно прозрачно три пин игрок слева рискует я могу взять чина девятки пин на шестерки пин кинул два пина попал в рот а то ему всего лишь то ему блин все время ждать то ему какой то ловушки что у него там типа дикая рука по стоимости а там какое то какое то говно но чё сказать окей не знаю филипп играл как будто бы не боялся накинуть мне в рон в домотен какой нибудь каково что то я сам в свой домотен не особо верил сидел как будто бы там чего то боялся кидалки тайлы которые почти все безопасны были да я бы наверно не поверил в то что я домотеню сам а здесь хорошая рука для сбора пин киноми посмотрим кое зайдет Антон Сибис открыл пон чунов возможно у Антона есть пара дор хотя наверно вряд ли потому что на эту дуру не открыл пон Антон уходил Антон уже смирился со своей плохой участью пускай доигрывает не знаю что сказать еще могу так у меня есть антенна пилфу на эту руку я речевать не буду дырка на доро но галима не знаю о чем сейчас думает Антон возможно у него то и то и кухай с Акадорой какой нибудь пиновый лимоновый может никакой конец доро кстати я вам просто кидал сам эффективные маны и он сейчас не прочь открыть допустим двойки маны 2 команд хорош талбери я Антон только не в ромб пожалуйста все кину 7 она может идти в форму 6 в 8 форму нет 7 она пахнет кидать кстати надо кидать 4 маны а вот и утрез проснулся 7 пин сбей пацут я много возможностей это хороший стайл да чисто который 4 маны я беру кидать 4 маны по моему в любом случае чтобы у меня не зашло кидать 4 маны тупая пинфономия 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 на 4,7 суо так что вот еще пинплай так а что я могу прокидать еще севера севера шампайн и кстати чун чун в плане справа 7 суо но это рон пинфономия пинфономия а е до филиппа 14600 это сумма ханиман так ну давайте поехали рука неплохая 2 дура есть какие то формы есть ну все это собирать что-то довольно таки долго придется ух ты отличное взятие я на семерка со какая нибудь либо ну либо вот так пойду долгой дорогой как бы конечно заход с семерки со давал бы мне домотаем манган я чаще верю в то что у меня дает к манам или к пинам что-нибудь чем семерка соу поэтому довольно-таки простой сброс неэффективной формы рука очень хорошая для пятого хода но она была такой примерно на третьем ходу отлично меньше антенн пинфо три дуры ричи сумма пинфо три дуры это будет ханиман а даматенс филиппа не плетки от ричи получив темпай я наверняка кинул ричи это ну просто почти всегда кинул ричи дело в том что если берут сумму ханиман я обгоняю филиппа и меня это будет устраивать кстати а не предлагать не хочу больше палить свои рианманы третья дура надо сбросить побыстрее надо сбросить этот тайл темпай не заходит 6 моно пафтный тайл я его скину пораньше хоть он у меня не совсем бесполезен ну белый шампань кстати ну мне кажется то у нас с его минхоном вероятным или минчином там что то из этого у него там белые часто будут два ман сумма кири да мне абсолютно бесполезно ждать на домотенде будет просто потому что я хочу первое место а не блядь еще на дура было бы тоняло 5 дор да я хочу первое место здесь ну мне нужен заход 4-7-7-4 не на 4-7 буду домотенить на 4-7 а точнее на 4-7 соя буду домотенить а на 4-7 на кинул ричи филипп открывается для атаки мне заходит второй белый я могу кинуть здесь пару троек ман по-хорошему блядь ну а вдруг и пац он это может дать ну и на белом может дать троек ман сейчас это было опасно реально я знаю он может делать такую ловушку но у меня здесь был выбор между белыми и троек ман я бы считал что две троек ман достаточно чтобы не было мало форм 24 хотя в общем то он мог жать на троек ман еще один чун зачем зашел я отменяю кнопку теперь я готов взять чин на 4-7 а на 4-7 сло да беру чин у меня темпай на 3 доры но без ярко а сука а если игрок справа кинет мне а 4-7 ман то я нет нельзя я не могу пропускать если игрок справа кинет кинул бы мне даже даже если игрок справа кинет 4-7 ман это не будет уроном игрок слева ждал на 8 пин тупейший залом ever утром на темпай на сланг на 3 пин и белого дракона а я ему не кинул белого дракона из пары как же хорошо я играю я кинул тройку ман за место броска белого дракона из пары все таки хорошо я читаю игру вы не находите у меня был вариант не брать чина семерки мана а взять тайл скинуть и игрок справа мог кинуть мне семерку ман которая только что проходила это мог быть урон манган хай-тей 3 доры но урон справа мне не помогал точнее урон справа не помогал но я хочу первое место хочу миллион как некоторые говорят так ну белый дракон здесь конечно немножко порт картину как как и храп сзади но ребят просите я думаю вы будете смотреть это видео не смотря на храп ну точнее если вам это интересно ну ребят чем богат тем и рад я себе хотел бы записывать видео точнее себя мог бы записывать видео опять неправильно говорю если бы у меня была типа студия проект там все дела то я бы к этому более носился бы более аккуратно что ли и у меня никогда не было бы храпа сзади но так как стрим фановый точнее ну как фановый мы играем в серёвные хончаны тут все в поте лица кроме меня которая собирает ханиманы подряд в общем ладно но немножко храпа не помешает и шантен на пифу саншику я хочу собрать эту руку под сумму и обогнать филиппа наконец сумма манган и я буду отставать игрока слева немножко то мы кидать ричи я тоже должен кидать ричи здесь иногда это не пройдет к сожалению но я должен здесь кидать ричи это мое решение если возьмем дорогой упаться сумму или просто возьмем сумму я скорее тоже проиграю точнее не то что проиграю а стану вторым точнее третьим поэтому я должен здесь играть агрессивно 700 это идет урон ой патсу цума пинфу еще патсу цума пинфу еще одна урадора и я на первом месте пожалуйста дай урадору есть я обогоняю филиппа по моему да я обгоняю филиппа да я обгоняю филиппа где-то на 700 очков что ли на сколько я обгоняю охуеть и патсу цума пинфу ура на 800 все теперь моя задача не дать филиппа победить он скорее всего я кидаю его ветер первым тайлом нельзя давать филиппа победить нельзя нельзя я только что сделал чудо я смог собрать свою руку я из пинфуном я сделал манга и бедая палочкой утрес я обгоняю филиппа я сделал это осталось дело за малым собрать руку и обогнать его господи я столько скилла погонял в этом кончании скобочка лака конечно но без лака никуда я обязан обязан победить филиппа в этом окончании должен попробовать это сделать он наверняка где-то там не собирал быстро где-то просто сидел ничего не делал а теперь я смогу выиграть у него я смогу выиграть у филиппа просто потому что он сидел просто так ничего не делал храп храп конечно заебись ну сладкий сон все дела раньше ну как бы раньше это на пинфу держу чуна потому что иногда может помочь моим противникам то есть наверняка опять хочется брать какую-нибудь хуйницу на пинах так мне нужно идеальный заход сюда какая-нибудь единица или четверка ман единица ман четверка ман пятерка ман шестерка ман лучший тайл который я могу получить здесь тайл который решает большое количество проблем в моей руке 4 пин тоже неплохой тайл а теперь нам взять чина шестерки со и скинуть единицу ман в этой ситуации а так я просто в шантыне да темпай пин фономи две дядки вышла шестерка вышла я могу выиграть ханчан теперь потому что филипп был впереди меня на там 25 тысяч на 30 тысяч где-то все это реальность нужно просто иметь терпение так 2 пин проходило то есть я получил 5 или 8 пин я скину 2 пин чтобы не кидать 5-8 пин а вот ирон там пин сосать как говорит филипп первое место изи не почувствовал так что там у нас было то вообще нет что интересно в ситуации когда игрок там кидал чуна который вариант уже был пойти в рон блять все глючит я буду считать что это приватное лобби что шмон подмешивать себе да не при красе у тебя ты пани 6 ман в дырку у меня ты пай в рянман с чем бы вообще проблема ну потому что у тебя тут два аута есть да аута у тебя есть нет мне интересно не это мне интересно другое погодите нет просто нет не филипп просто клон я думаю фигасе у него рука здесь а филипп тампай на 2 5 сона без ярко и он хочет руку улучшить он объявляет кан чтобы защитить реншан номи объявляет еще кан и не вытаскивает реншан номи здесь игрок справа кидает чуна потом со временем меня тут удивило довольно таки сильно справа темпай на той-той и кухай две доры да да только две доры подсумом будет сананка еще кек ждет на 5 ман и на три пин три пин у нас где одна в стене опять ман одна здесь одна здесь то есть у меня справа был один аут но я объявляю кан и не даю ему взять ничего хотя что у нас сколько осталось от стены то в стене осталось один дальше остался стене после моего кана да а нет это приводит а он так не брал бы ни один там потому что сна закончилась все индикаторы открыты и четыре того которым вообще никто не имеет права при прикоснет прикоснуться к ним там если кто-то может нет никто не может они переехали из живой и стены в мертвую до 4 того фуф но это был жесткий ханчан сумма манган урон 5 200 2 700 сумма рон 1000 сумма 8 рон 2 900 обогнал филиппа с его 18 12 тысячами взял с филиппа 5 200 5 200 да нормально 1000 по 1000 так три первых места надо занести это все в таблицу 2 часа 14 минут идет запись так 20 42 900 первое место меня отлично мне кажется меня уже тяжело будет догнать правда ли плюс 1 42 900 филипп 39 200 филиппа второе филиппп 39 200 филиппп 39 200 но визу последний сейчас уже ничего не решается в плане моего места мне осталось только еще осталось этого добавить в реплее убрать еще в начале пробел последний начало осталось сыграть Антоха готов что у Филиппа что там у Филиппа на стриме происходит интересно взорвался он или нет непонятно непонятно вроде как нормально иду сегодня три пьеров подряд жалко что не на ПТС то есть не во втородане что там что там он мне какую-то картинку хочет скинуть фотография ты сильнее меня да нормальная шутка скорость первая космическая все готовы все готовы я порабощу твоим скиллом позволю мне уйти да не два доиграем что что то я понимаю что ты меня сейчас не слышишь но надо доигрывать по хорошему скиллом твоим скиллом ну то есть скиллом сам собрал само 18 само 12 достаточно страдать ну давай я не стреляю страдать мы договорились на эту на эту партию он тушит сигарету ну что ж давайте пострадаем еще один ханчан смак от ада я смак от ада я и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Филипп на третьем месте, на четвертом Антон, хотя нет, погодите-ка, 4-2-2 и 2-3-3, нет, Филипп на втором месте, кстати, что это я загибаю эту палку, так, что, здесь интересная ситуация, надо что-то снести, я снесу, наверное, двойки пин, интересная ситуация, очень, кстати, но я двойки пин снесу, да, двойки пин можно перестроить в какую-нибудь флору, форму, здесь, что я глупо собираю, потому что есть именно те же самые формы, вот это легкие отречи, а IRM выскакивает, я буду ждать, пока он вернется, по возможности, 1-0, ну все, 8-9 пин, напишем в личку, чтобы он вернулся, вернись, отлично, он вернулся, надо носить безопасный ТАЛ, я на секунду, что отвлекся на чат, 7 часов, 9-9, нет, даже если я займу чат... Вот так, опять, поздно звонить. Охуели, блять, в пол-одиннадцатого звонить. Так, накидайся на мерки пин. Что такое? Что такое? Я не знаю, бать спит, видишь? Это же хорошо. Темпай на 4, ну я что, ну я сюда не ссать пришел ведь, нет, все-таки ссать. На первом, на первом месте в таблицах, зачем мне рисковать? Блин, а вот сейчас бы, сейчас бы я кинул бы 8-100, конечно, и был бы в темпай на 6 ман, 4-й Цуака, но я не хочу рисковать. Риши Цума Пинфудора. Красава. Я даже не смог бы собрать свою руку, кстати, он взял бы с ума вперед меня. Вот, не было безопасных ТАЛов, по сути. По сути. Что-то все зависло. Так. Зеленый дракон. Единица ман. Так, 700. А, у которых неплохая, кстати. При доходе пятерки пин, либо семерки пин, становится, потенциала на сананку появляется в руке. Ну, да, вот так скину. Шатен на Читайцу. Но эта читайца может легко перестроиться на что-нибудь более интересное. Самое любопытное, что медиа предоходит шестеркий пин. Наверное, я скину 7 пин, а 7 придет 6 пин. Зачем собирать читой там, где его нету? Зачем там, где он не особо нужен? Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Шесть маны я скину здесь. Хотя потерял, подождите, я потерял эффективнейшую форму. Ну давайте, ладно, пособираем здесь Сванка еще, попробуем. Зашла адская тройка ман. Тойменькая 3-4 ман попадает в рон. 900. Вот только я, видно, Таняо, Таняо 2 долларов, сразу же просто прослеживается моментально. Двигается, ёб твою мать. Все зависло к хуям. Блядь, все зависло. Корай 5, покупайте. Тебе будет тяжело сложно переплюнуть Филиппа по качеству контента в этот раз. Его комментарии охуенно насчет, значит, обучающей составляющей. Но нет, я много чего интересного говорю. Я читаю чужие руки. Так, надо открываться. Не знаю. То есть, у нас здесь два фронта. Фронт по обучению и фронт по тому, кто лучший материал сделает, да? Ну не то, чтобы я в этом прям сюда сразу участвовать, но материал я соответственно подхожу, как могу. Дора, Дора Пон, что я могу сказать. Рез кидает, я собираю. Очевидно, что я кидал полную восьмерку союз в руки, у меня 4 700. Довольно очевидно, что ожидание прочитывается. Донял три Дора с отличным ожиданием. Че париться. Причем вот Рез настолько агрессивен, что может сам набросить мне в мое ожидание. Рез довольно-таки агрессивен, и мне кажется, что он не задумываясь кидает мне в мое ожидание. Ну, хотя бы потому, что у него самого там дорогая рука красивая. Он не будет думать. Ну, 6 100, кстати, интересно. Ну, если бы попал бы единицы Саврон, это было бы недорого, скорее всего. Значит, шестерка 100 это шаг в бездну. Цена. А, у меня 4 Дора. Ну, вот после Кана стало 4 Дора. Ну, что ж, спасибо за Пандор. Я оценил. Открываешь руку, думаешь, ну, сейчас я беру 3 900. Хуяк 8. И ты, гыыы, следишь такой, радостный. Так, во втокума Якуха я оставлю его. Разумеется, то, что дает тебе 2 Яку, лучше придерживать чаще, чем то, что дает тебе 1 Яку. Так, у меня эта рука чуть больше похожа на... Блин, эта рука интересная. В ней потенциально и на Читой, и на Пинфу есть. На все Яку, которые я люблю. Твой Коман особо здесь полезен. Я уже единицы скидывал. Лучше я сохраню зеленого Дракона на будущее. Да. Так, ну, у меня уже есть куча Рямбанов. Любой соло дает мне эффективную эффективность. Закрывает одну из форм. А вот и тайлик. Три слоя пока не буду кидать наверху. Скину 7 Ман. В принципе, при заходе... А, нет, пятерка Пиндора. Если пятерка Пиндора, то я не могу уйти в Минхон. Хотя при заходе пятерки СОУ сейчас... Детка СОУ. Нет, нет, нет. Тупо. Тупо я не пойду в Минхон. Нет. Зачем? Я не жадный. Справа кинул Ричи. Ну, возвращаемся. Чичи. 2 СО. Я ему скину здесь 7 СО и 9 СО. И собрать... Собрать Пинфу. Я просто нужно, чтобы мне заходило в СОУ нижнее. Опять Ман. Кину. Хотя бы попасть в Рон налево в Манган, кстати. Этим тайлом. Стоит это учитывать. Да и вообще слева там... 2 Дора открытая. Там не тяжело найти Манган слева. Да и Филипп проснулся что-то. 9 СО. Нет, 7 СО вообще не гембутсу. Ни разу. 3 Ман. Ну, по октаве штерки он проходит. Но у Филиппа может быть пара троек. Не, мне не стоит даже рисковать. Я просто скину запады. Зачем мне париться? Цумо. Тройка со... Тройка со шлаврон, как я и думал. Ричи Цумо Дора. Отлично. Красавец. Взял Цумо. Не проиграл. Не, ну нельзя сказать, что мои противники в этот раз слабые. Можно сказать, что они чуть слабее, чем предыдущий состав. Тут пишут, что стрим Хардоса очень угарный. Но я посмотрел бы, кстати, мне тоже что-то интересно стало. Не, вот реально интересно. Все говорят, что типа сейчас стрим Хардоса топовый. Ну, блин, я посмотрел бы, кстати. Это любопытно. Таня, конечно, не сильно погодой сделает. По крайней мере, я недавно игроку справа собрать руку, которая меня обгонит. Без шансов отыграться. Ну, с меньшими шансами отыграться. Шесть пина здесь скинул. Тайл уже выходил. Возможно, Тайл будет опасен вскоре. Вот режь взял Пон, и мне кажется, он будет кидать мне все Тайлы, которые я хочу. Нужно только подождать. Он бил Пон на зеленом, скинул запад. Я могу упасть в урон, четверка соу, и кухай, одна Дора. Он кидает Дору. Чи. Немножко усилил свою руку и позволил себе не скидывать четверку соу. Хотя, в общем-то, это было неопитательно. Он берет сумму, четверка ман. Ну, у меня 4-4-7 было. Очевидно, что 4-4-7 прям знак того, что этот Тайл может не пройти. Ну, что ж. Второе место тоже хорошее. Для меня даже четвертое место не позволит проиграть. Шоу-даун теперь. Но хочется же пожирнее. Хочется четыре первых. И хочется показать хорошую игру. Нигде не обосраться. В общем-то, я везде играл более-менее адекватно. Восток. Мог кинуть 9 пин, кстати, или 8 слоу, вместо того стока. А, нет, смотрите-ка. Я мог представить 1, 3, 5, 5 как просто рядка без пятерки. То есть я сейчас только что приобрел еще ожидание на четверку слоу, более-менее так. Так, 4 пин. Легко. Четверка слоу у нас приэффективное взятие. Мы скинем 5 слоу после этого. 6 пин. Теперь 5 слоу, очевидно. У нас еще антен. Пин фуноми. И я не знаю, стоит ли мне киать ричи с этим пин фуноми. Скорее всего, нет. Хотя, если сейчас зайдет какой-нибудь двойка или четверка слоу, но уже точно не кину ричи. У меня одна сторона самого эффективного реалмана убита. Эта эффективная форма, точнее. Она просто сдохла. Москей 1, 3. Или 2, 3 могут скинуть. Нет, это лучший на 1, 3. Хотя, если в играх себе тройка ман гарантированно проходила бы противорка справа, я бы кинул бы 2, 3 ман. Потому что было бы хорошей игрой. Потому что это форма уже хрен когда закроется. Девятку ман. Но не буду кидать пока что. Если я дочу 6 или 9 ман, я скину пару девяток пин. Мне не хочется кидать девятку ман, она иногда не пройдет. 6 пин, да, легко. Ну, 6-9 ман реально вот знак, что может не пройти. Филипп Киа от Ричи. Я согласен сбить ему патсу, взяв Чи. Проношу пару. Я не хочу увидеть патсу от Филиппа. Мне не настроение это все смотреть на дерьмо. Сказал, что он потонет в очке. 4 со, я готов взять Чи на этом тайле. Пока что мне не дают. 4 со, ты что не видишь? 4 со, осталось еще 2. Одна может Филиппа. Справа вряд ли. Так, зеленый. Дважды вышел, минимум. Надо кидать. 5 со, но это опасно. Неужели Филипп пропустил? Слава верится. Осталось 3-та в стене, мне не кидают ничего, но вот сейчас я в темпая. И надо кинуть 5 или 600. 600. Ну, я киню 5 со, зачем мог париться? То есть Филипп кинуть сейчас 4 или 700, то я потерял, конечно. Ричина 3 ман. Ричина, что я могу сказать. Справа ждал на 3,6 ман. Кстати, а Филипп кинул ричи на 3 ман. Жакает смс-ка. Не мне, на моем бачке. Новый спиннинг. Что новый спиннинг? Батя хочет купить спиннинг. Я не думаю, он сейчас храпит. Ладно. О, Шантейна 4-2-дора. Такую руку мы любим. Темпая на 4-2-доры. Филипп скинул 8 пин. Скоро мы увидим 7-ку пин. Отлично, зашло сейчас. Выбираю, ожидание получится, чтобы кинуть на него ричи. Единица ман, ричи. Единица ман идеальная из золом. На него мог часто кинуть купаться даже. На купаться полетело 2 ман. 9 ман. Филипп не боится. Филипп понял, что он пришел сюда не ссать. Но если у Филиппа пара единицы ман в руке закреплена, то у меня начнутся проблемы скоро. Нет, вряд ли, вряд ли пара единицы ман. Тогда у кого пара единицы ман? Наверное, у Треса. Потому что игрок справа вряд ли покинул бы 2-ку ман и из 2-1-1. Он скинул бы скорее единицу. А вот и единица ман. Ричи читой, Дора, Дора. Ну, премиальная рука, конечно. Премиальная. Ну, мне кажется, огромное количество торгов разыграло бы так же мою руку, предыдущую, как и эту. Поэтому это просто лаки читой. Так, и здесь в этой руке ехать тоже, возможно, в потенциале читой. Прямо в определенных заходах. Ну, я думаю, мне проще будет объявить пон на зеленом и собирать здесь ухайноми. Ну, Дора, скину я, чего она тут лежит без дела. Так, 5-со-крафт, но нет смысла быстро кидать. Да, сыграем через плоскую руку, очевидно. В пятерке сам может получить какой-нибудь коннектор по-хорошему. Если я этому чину тройки пины скину 5-со красным, это будет почти очевидно. Ну, почти всем будет очевидно, что у меня вероятно темпай на Атутске. Трехсторонка, но она довольно-таки хуевая. То есть, нет, 9-ку пина не вышла, то есть я могу ее ожидать от кого-нибудь. Даже вот сейчас, если ты как раз право, я могу получить 9-ку пин. Смогирь делает. А то им она. Роннику хай. Быстро. И прекрасно. Дальше поехали. Мне кажется, что... Считаю, что Филипп начал стримить. Я взял его типа в заложники. Типа ему приходится стримить и играть дальше. Он не может просто так сорулить с этого ивента. Хотя шансы, конечно, у него тут уже, скажем так, призрачные. Якухай-номи и Шантен быстро заходят в отличные руки. Якухай-номи, темпай. Отрез за пон. А я уже домотеню. Ну, а что мне делать с темпай на Якухай? Я буду здесь допуссать. Само-то поиск, сейчас вот трезо берет Монград с меня. Ну, а что мне делать? У меня был Демпай на Якухай на третьем ходу. Здесь все логично, все стандартно. Единственное, нужно понять, когда я должен остановиться и не кидать опасные тайлы. Два билла, два полно, скинул Чуна. Игрок справа. Пины никто не кидает, вообще никакие. Два пины кинул, игрок слева. Так, мне заходит пять слов, у меня выбор между двойкой и восьмеркой. Я кинул двойку, наверное. Хотя нет, знаете что? Вот не знаю, как делать. Можно уйти четверка Миман. Четверка Миман, можно уйти защиту. Или просто перестроиться. Да, перестроиться можно. Темпай. Я вернулся, темпай. Надеть пин. Рон справа. Два якухай, две дуры. Ну, блядь. А, я не знаю, что здесь сделать. Блядь, рука зашла, я просто полный тролу. Сидел в домотен, да похуй. На тебе, блядь. Сука, я не хочу занять теперь второе место из-за этого. Два янки хуёво. Ну, по сути, мне эта рука не нужна была. Я мог просто не собирать её. Но это не путь мужчины, не путь самца. Если я положу руки, которые у меня открытые и хороши достаточно. Утрез профнулся и хочет теперь говнарить. Но я хочу на первое место, поэтому пошёл к чёрту утрез. Я буду всё ещё открываться на большинстве талок, которые ты скидываешь. Центральных. Хочу выиграть, несмотря на то, что я только что набросил. Ну, блин, там две Акадора оказалось. Довольно-то грязно. Утрез выполз. Всё, утрез берёт с ума. Даже самое дешёвое, я, по идее, всё ещё становлюсь первым. Чи? Читоварка пина? Бесполезно. Что там утреза есть, если он так пушит? Неужели там три дорого утреза? Опять манкрафтные чи. 6-со выглядит нормально для сброса. Я думаю, её смогу сбросить спокойно даже. 8-со в самогире. Ещё одна восьмёрка пин. Теперь Афтемпай на восьмёрку пин Тонио Дора. Девятка пин. Как будто бы Филипп хочет попасть в утрез в урон. Чтобы я занял место пониже. 7-пин пас. 4 ман. Но не столь вероятно, кстати. Не столь вероятно, единицам проходило. Пятёрку маму скидывала, единицам проходило. Значит, на 1-4 у неё вряд ли ожидания. Вот это очень опасно, кстати. 9 ман было опаснее. Хаку. Ёб твою мать. Там похуй. Дора проходит. Никого нет мангана даже. Блядь, я мог перестроиться сейчас на Дору бы, но... Три вышло только что. Что ж там за ожидание у игрока слева? Я не понимаю, кстати. Уже всё прошло почти. Может быть, он ждёт на... 6-9 ман, но пропустил урон. Вряд ли. Пины? 2-5 пин? Возможно. Ладно, к чёрту. Это просто урон. На первое место. Так. Последняя сдача. Пара белых, пон белых. Отлично. Ебать. Ещё сейчас могу дабыр кинуть. Ну нет, не кину. Блин, у меня всё в этой руке есть. Опять в этой руке всё есть уже. Остал просто взять пон на... Белом драконе. Либо... Конечно, есть антен... Нет, у этой руке есть проблемы. Сейчас уже нет проблем. Кухая одна дора, 2 600 дм. Охуеть. Смо. Энд. Смою, кухая дора, 5 200. Охуеть заход, конечно. Ну, я должен писать... Да, я должен писать спасибо за участие. Спасибо за участие. Заживаю со вторым местом. Да, утре оказался на втором месте. Довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, на этом, думаю, запись закончу. 4 я сыграл Хончана, 4 первых места. Но есть вам будет, что подчеркнуть из этого видео. Кроме того, что везет там, побежать тот, кому везет. Ну, здесь были много хороших решений. Было много хороших решений. В этом всё. Спасибо за просмотры. И всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok